Дом.РФ Руководителя группы компаний ООО «ФСК Домстрой» и ООО «СМПМК-7» Татьяна Алексеевна Красноштанова, официального спонсора «Восток-Центр Иркутск» и в лице генерального директора Сигала Михаила Александровича и партнеров сессии «Вослипстрой» в лице Ильичева Геннадия Викторовича, городостроительную мастерскую линию в лице Хотулева Руслана Анатольевича, «Новый город» в лице Кузняной Галины Ивановны и компанию «Родные берега» в лице Распутина Алексея Владимировича. Большое спасибо. Всем привет, меня зовут Гавр Малышев и мы сегодня вам расскажем про наши наработки проекта реновации строенных территорий в микрорайоне Лисиха. Для начала, ну вот я так и знал, что это случится. Для начала у меня не работает кликер. Ну все, вот и рассказали. Я не понимаю, она только что работает. Расходимся, да? Ладно, слава богу, не расходимся. Сначала, мне кажется, будет правильным рассказать о принципах, на которых мы работаем, чтобы у вас сложилось впечатление. Собственно, наш проект это про модели управления развитием застроенных территорий. Мы считаем, что подобная история с реновацией это не столько про объемно-пространственные решения, да, сколько про политику, про взаимосвязь акторов, которые на территориях существуют. Поэтому мы работаем с этим в первую очередь. Конечно, мы считаем, что житель это главный политический субъект, и наша главная цель нашего проекта это создание инфраструктуры для него, для его самоуправления, для его субъектности, да, для поддержания его интересов, не столько интересов девелопмента, рентабельности или некого мифического общественного блага. Кроме того, мы считаем, это наш третий тезис, что расселение и снос это исключительная мера и не может быть правилом. То есть московские сценарии, все знают, к чему приводят, и мы убеждены, что аварийные здания можно определить только обследованием. Только-только обследованием и последующим мониторингом, а не внешним наблюдением, да, или там, желанием материальных средств. Собственно, почему мы за гибкий подход? Сейчас мы расскажем нашу апологетику, да? Собственно, первый довод можно начать с социокультурной модели. Вообще территория действительно достаточно разнообразная в плане социального устройства. Если даже рассматривать морфотипы сложившейся застройки, то здесь представлена как доиндустриальная застройка, представлена застройка микрорайонная, при том, как первой волны, так и второй волны. Современная застройка, при этом есть гаражные кооперативы, кладбище. То есть индивидуальная жилая застройка, многоэтажная застройка. Все эти морфотипы имеют ту или иную степень социальной активности. Не все их можно выявить, не все это можно назвать определенным сообществом, но, по крайней мере, группы интересов присутствуют везде. Соответственно, при какой-то экстенсивной либо сильной модели мы понимаем, что здесь могут возникнуть как открытые, так и скрытые градостроительные конфликты. Второй довод – это, собственно, мы можем не знать те ценности, которые имеет за собой территория. Конечно, мы все знаем, что на территории есть казармы, но, тем не менее, есть и другие особенности территории, такие как видовые характеристики, средовые характеристики. Есть отдельное кирпичное дело, это история с кирпичным заводом и с домами в микрорайоне, которые построены среди них. Мы попытались нанести все потенциально интересные места, которые может иметь микрорайон, в том числе даже некие гаражные кооперативы, в которых сейчас уже происходит некий формат креативной жизни. И, собственно, мы как профессионалы должны это учитывать, и мы здесь видим, что это очень плотный каркас, и в этом смысле это еще один довод за гибкий подход. Если же мы совместим эти две карты, совместилось, вот, собственно, мы можем увидеть то, что у нас есть как скрытый потенциал территории социальный, так и активный потенциал территории. Есть места их пересечения, как возможные будущие центры формирования активности социальной жизни. И, собственно, концепция цифрового соседства, это концепция учета местных жителей и инициация низовой инициативы и вовлечения их в градостроительную повестку для формирования своих идей по застройке городов. Вот скажи про налоги, не услышал. Да, просто мы, в основе нашей концепции, на самом деле, лежит вдохновение тем процессам, которые мы наблюдаем уже сейчас в застроенных территориях. Это те самые районные чаты, в которых жители уже сейчас самоорганизуются, управляют своими территориями. Мы просто предлагаем использовать эту базу в качестве ресурса для будущего развития территории. Если дать территориальным сообществам властный ресурс, финансовый ресурс, информационную поддержку, это может заработать, это может выстроить. Давайте следующий слайд. Собственно, сейчас Наташа расскажет, почему можно не сносить здание. В своем проекте мы не рассматриваем тотальный снос. У нас несколько причин на это. Во-первых, в зданиях нет практически видимых таких серьезных повреждений. Это отслоение панелей, коррозия арматуры. И также для решения о судьбе здания мы прежде всего должны провести обследование, а потом уже мониторинг в течение нескольких лет. Если у нас здание продолжает сохранять свой вид, в котором мы начали мониторинг, то это значит проблема не конструкции зданий, а проблема того, что ЖКХ не занимается зданием, не ведется капитальный ремонт. Соответственно, надо обращаться в ЖКХ, а не сносить дом. Также в нашей территории проведен капитальный ремонт усиления и интеркретирования Петровым Александром Владимировичем. То есть деньги уже затрачены, соответственно, тратить деньги на снос заново считается нерентабельным. И также существуют способы усиления капитального ремонта, который, например, Петров предлагает, что мы можем использовать на данной территории. Я бы хотела показать сравнительный анализ. Следующий слайд, пожалуйста. Я представила дом на Дальневосточной 59. Следующий слайд, пожалуйста, лисните. Дом на Дальневосточной 59 и дом на Советской 176, на обследовании которого я была. И вы можете видеть, что дом на Советской 176, который признан аварийным, имеет очень серьезные повреждения, отслоение панелей, коррозию арматуры, повреждения фундаментов. А дом на Дальневосточной 59 таких серьезных, видимо, повреждений, по крайней мере, не имеет. Значит, здесь все-таки рекомендуется обследование и мониторинг. И также я бы хотела сказать, что основные, главные проблемы у домов на данной территории – это неправильная организация водостока с крыш. То есть у нас труба, например, доходит до середины здания, и вода льется на стены, на угол здания, соответственно, стены чернеют, и начинаются проблемы. Но это вовсе не проблема конструкции здания, это проблема, так скажем, обслуживания и внимания к зданию. И если касаемо сейсмодефицита, то у нас в городе есть дома с гораздо большим дефицитом, чем дома 335-й серии, 306-й, которые представлены на нашей территории. Это, например, двухэтажные дома с деревянными перекрытиями, с деревянными ригелями, которые построены в 50-х годах. И в первую очередь на них надо обратить внимание, а не на эти дома. Спасибо. Давайте следующий слайд. Теперь, собственно, что мы предлагаем. Что это за управленческая модель, о которой мы говорим? Следующий. Мы называем, да, ее действительно цифровое соседство, как Сережа уже обмолвился. Это гибкий подход к реновации, к развитию застроенных территорий, в котором государство обеспечивает необходимый каркас для самостоятельных, вариативных и непредсказуемых инициатив жителей. То есть это такая попытка распределить ответственность. И поддержать инициативы жителей финансово-организационно с целью провести реновацию и обеспечить их необходимым каркасом общественных благ. Собственно, мы расскажем дальше о том, как это устроено. Собственно, мы предлагаем, как оформленное решение нашего проекта, это платформу, которую житель проходит верификацию на примере сайта Госуслуг и получает доступ к трем масштабным уровням – микрорайон, квартал и дом. В каждом из этих масштабных уровнях он может формировать градостроительную повестку, как сам, так и объединяясь в сообщество, устраивая дискуссии и формируя, собственно, инициативу уже совместно с другими людьми. На микрорайоне он может сказать, что мне нужен скейт-парк, он может найти себе группу союзников, группу по интересам и вкинуть такую инициативу на карту местности. В квартале он может решить, что делать со своим двором и какие новые формы там могут возникнуть. И в формате дома он может, собственно, также предложить некое переустройство, но при этом мы понимаем, что сама платформа, сам формат – это так называемый жесткий каркас, это каркас, в котором профессионалы уже занесли все базовые необходимые изменения, в которые житель, собственно, не может вмешаться в силу своей профессиональной неопределенности. Но, тем не менее, он может формировать дальнейшую повестку. В этом смысле мы получаем гибкую модель микрорайонов, в которой заложены какие-то предельные параметры, но при этом она получается самоорганизующей. Для профессионального сообщества это также очень хорошая база аналитики, в которой может формироваться востребованность той или иной территории, индекс реновации, индекс инициативы. И для архитекторов это огромная экспериментальная площадка для того, чтобы увидеть, какие новые типологии, какие новые идеи могут возникнуть на стыке цифровых технологий и планировочных решений. Да, тут очень важно добавить, что мы даем вариативность, цифровое сообщество дает вариативность участия. То есть, естественно, мы не требуем от каждого жителя обязательное проявление этой инициативы, обязательного объединения. Ты можешь не хотеть участвовать во всем происходящем, тогда ты будешь обеспечен минимальным набором общественных благ. А дальше ты можешь проявлять инициативу, вступать в инициативные группы, используя нашу платформу, и таким образом ввести развитие своей территории с помощью той инфраструктуры, которая тебе дает государство. Следующий слайд. Собственно, как это работает? Это работает на трех масштабах, действительно. У нас есть микрорайонный масштаб, есть квартальный и есть домовой. В каждом из них, следующий слайд, существует два субъекта. Это база, базовый субъект, государственный центр реновации, который обеспечивает тот самый минимальный необходимый каркас общественных благ, без которых территория не может существовать. И надстройка. Это цифровое соседство, как субъект, представленный либо ТСЖ, либо ТОСом, либо инициативной группой жителей, которые решают вопросы самоуправления и определяют повестку, инициируют проекты, определяют судьбу своих территорий. Дальше. Собственно, какие действия могут принимать акторы? Это информационные, то есть разработка, дальше скажу подробнее, это аналитические, проектные, изыскания. Мягкие – это то, что связано с реконструкцией, интенсивные. Это новая застройка, создание новых объемов. Следующий слайд. Откуда мы берем деньги? Да, если максимально общее, у нас есть три источника финансирования. Это государственный бюджет, личные средства, и средства инвестиционных фондов, которые в разных пропорциях, об этом мы скажем дальше, будут участвовать в этих проектах. Наша цель – создать пул, набор инвестиционных проектов, которые были бы доступны для инициации жителей. У нас довольно типовое строительство, у нас довольно типовой может получиться пул проектов, об этом скажем дальше. Собственно, вариативность обуславливает похожесть нашей системы на такой микшерский пульт, где можно настраивать разные ползунки и приходить к тем самым непредсказуемым вариативным результатам, и получать самое главное, как государственную поддержку для реализации того или иного выбранного варианта, за счет центра фасилитации того самого центра реновации, о котором мы говорим, так и информационную, находить себе союзников, искать инвестиционные портфели на каждый из предложенных вариантов. Давайте следующий слайд, покажу, как это выглядит в модели. У нас есть действительно три масштаба ползунок, у нас есть субъект, то есть что это – обязательное действие, реализуемое государством, или необязательное, то самое вариативное, которое может быть инициировано гражданами. Также, какие действия каждый из субъектов инициирует, и какой источник финансирования в разных сочетаниях он на это получает. Следующий слайд. Собственно, поговорим немножко про каждый из масштабов. Масштаб микрорайона – это масштаб того самого каркаса общественных благ. То есть здесь, как мы видим, участие граждан исключительно консультативное, это может быть противопоторные встречи, но это не инициация решений. Здесь мы, как профессионалы, реализуем мастер-план территории по шести базовым каркасам, которые мы разрабатываем, вот то, что помечено фиолетовой рамкой, это то, что мы в рамках этого воркшопа будем, берем на себя ответственность предложить. Это как раз мастер-план базовых каркасов, вот он уже сделан, мы о нем скажем дальше. План сноса и процеляции, то есть разбивка территорий на мелкие, те самые кварталы, единицы управления. И, собственно, интенсивные действия – это застройка свободных территорий, освобождающихся, и снос аварийных домов и строительства на них. Следующий слайд. На уровне квартала мы видим роль жителей постепенно возрастает. У нас также есть три масштаба действий, есть информационные, это объемно-пространственный регламент, в которых те самые инициативы ограничены, потому что мы понимаем, что мы не хотим превратить все в анархию, мы хотим дать набор типовых решений, которые существуют в некоторых разрешенных условиях. Также мы акцентируем на том, что государство здесь проводит сплошное межевание, чтобы передать неразмежеванные участки в долевую собственность всем жителям квартала, выделяемого объекта планировочного, и оно берет на себя ответственность по обеспечению базовой инженерной инфраструктуры и благоустройства. Остальное – застройка свободных участков, замещение какого-то дома, объединение участков для строительства – может инициироваться жителями. Тогда, приходя в центр реновации, они получают подробный инвестпроект, также девелоперы получают этот инвестпроект, они находят друг друга и его реализуют, переезжают в новый дом. Следующий слайд. Собственно, что у нас происходит на уровне дома? Как мы видим, чем меньше масштаб, тем больше повышается вовлеченность граждан в этот процесс. То есть здесь большинство решений как раз-таки остается за ними. Мы, как государство, в центре реновации проводят лишь обследование и мониторинг, по которым выявляется отношение дома к аварийным или нет. В случае, если он аварийный, он действительно сносится и расселяется. Если он не аварийный, значит у нас возможен капитальный ремонт и базовая сейсмусиление. Но это сейсмусиление для окупаемости может быть предложено гражданам проводить с пристройкой, например, расширением фасада, который ставится на каркас, и надстройкой, которая может быть продана как инвестиционный проект малому девелоперу. И таким образом, часть средств, затраченных на сейсмусиление и реконструкцию, может быть отбита. То же самое с активным этажом или замещением, потому что жители могут решить, что мы не хотим, действительно нам не нужен этот дом, нам нужна эта 35-я серия, мы хотим жить на новостройке, тогда мы приезжаем в маневровый фонд, займем девелопера, и он сносит наш дом, и строит на его месте новый, в который мы выезжаем таким образом. И девелопер получает деньги, и жители возвращаются в более расширенную версию своей квартиры. Следующий слайд. Про источник финансирования говорили, тут не буду останавливаться. Да, это действительно вариативный набор, по каждому из типов действий, мягком, интенсивном, мы видим, что мы можем брать из различных бюджетных источников, будь то гранты на инициативы жителей, будь то городской, федеральный бюджет. Мы хотим подчеркнуть здесь, что реновация – это социальный проект в первую очередь, и инвестиции, конечно, здесь присутствуют, интерес инвестора тоже есть, но это делается для того, чтобы улучшить ситуацию на территориях. Следующий слайд. Собственно, здесь поговорим про мастер-план базовых каркасов, который мы разработали. Следующий слайд. Это вот шесть слоев. Дальше. Это так выглядит та самая базовая инфраструктура, которую мы создаем, обязуемся создать. Следующий слайд. Итак, социальное. Мы предлагаем такое размещение детских садов. Дальше. Такое размещение школ. Единственное, подо что мы сносим, это под линейные объекты, и, например, под социальную инфраструктуру. Мы понимаем, что у нас сейсмоопасная площадка, поэтому мы выделяем безопасные, максимально безопасные, максимально пригодные для этого участка. Дальше. Медицина. Дальше. Собственно, каркас гражданской обороны, мы понимаем, что у нас очень высокая сейсмичность площадки относительно города, 9 баллов, 8 баллов, поэтому мы предусматриваем на случай катастрофической ситуации территорию под размещение госпиталей и временного проживания жителей. Давайте. Транспортный каркас. Да, у нас есть довольно амбициозная схема иерархизации улиц, увеличение частоты решетки, уличной сетки, плотности уличной дорожной сети, что нам позволит разгрузить соседние улицы. Мы предлагаем использовать, естественно, нашу Байкальскую, Байкальский Лилуч в качестве основной магистральной улицы, по которой входят транзитные потоки, потоки, обслуживающие район. У нас идут по ее районному дублеру, это улица, которую я забыл, опять как... Да, Дальневосточная. Кроме того, мы увеличиваем количество меридиональных связей между этими улицами, обеспечивая подключение их к магистральной Байкальской улице, таким образом разгружая потоки внутри территории. Следующий слайд. Рекреационный каркас у нас формируется, в первую очередь, конечно, на набережной. Да, это зеленое общественное пространство, которое должно в таком виде развиваться, и много проектов уже на это сделано. Кроме того, мы предлагаем связать центры активности и социальную инфраструктуру, которая существует на территории, сетью протяженных маршрутов через микрорайонную застройку, которые были бы свободны от интенсивного автомобильного трафика, и дети могли бы безопасно набираться в школы, люди могли бы безопасно гулять. И тут интересный проект. Вот мы предлагаем эти гаражи не сносить, но в качестве такой звездного объекта, который бы привлекал других жителей съездить в Лисиху, посмотреть, что там происходит, вы когда-нибудь наверняка каждый сидевший в этой зале когда-то в детстве бегал по крышам гаражей. Вот мы хотим проложить подобную инфраструктуру в этом нашем гаражном кооперативе. Следующий слайд. Транспорт и велопешеходный каркас. Да, у нас магистральная улица, по которой идет сообщение внутригородского транспорта. У нас подвозящий каркас идет по улице, название которой я постоянно забываю. У нас велосипедные дорожки, у нас все такое прочее. Мы обеспечили дальше и дальше. Инженерная инфраструктура. Самое важное, что мы делаем, мы укрепляем склон. В ответственных участках мы проводим ливневую канализацию в местах течения поверхностного стока. Это может быть реализовано в том числе и дренажными канавами. И на местах попадания в Ангару у нас установятся очистные сооружения. В том числе, например, это могут быть биодренажные сады. Дальше. Собственно, очень важная история. Это про то самое разделение полномочий. На базе того каркаса, который государство разработало в этом мастер-плане. Следующий слайд. Мы предлагаем... Следующий слайд. Мы формируем как раз тот самый набор минимальных единиц самоуправления кварталов, в котором жители могут инициативно выступать со своими проектами. А весь базовый каркас, который находится вне красных линий, инструмент принятия этого решения это красные линии, в них существует тот каркас, за который ответственность себя берет государство. Следующий слайд. Вот так это выглядит. Дальше. Собственно, план сноса. Мы говорили, что снос это исключительный случай. Естественно, у нас есть такие элементы, которых необходимо снести. Это, например, аварийные здания, которые уже сейчас обследование, экспертиза такими назвала. Естественно, мы их сносим. Кроме того, мы считаем, что под социальную инфраструктуру снести это тоже благо. И некоторые объекты нам приходится уничтожить с целью организации линейных объектов. Далее. Собственно, что мы будем делать дальше? Дальше. Что мы будем делать дальше? Теперь мы рассказали о микрорайонном масштабе. Но вы помните, что мы говорили о квартальном и о домовом. Конечно, мы поработаем на каждом. Дальше на масштабе квартальном мы разработаем объемно-пространственный регламент, который по стандартам комплексного развития территории будет определять недельный паратор, по которому может эта территория развиваться в согласии с тем мастер-планом, который мы предложили до этого. Кроме того, очень важно посмотреть этапность реализации проекта, то есть приоритизацию действий. И мы очень хотим вам показать вариативность сценариев развития кварталов, как раз продемонстрировать на примере вот этой территории, нашей территории проектирования, как по-разному может выглядеть непредсказуемо результат в зависимости от инициатив жителей. То есть это может быть как интенсивная сценария, что, например, кто-то снес, кто-то собственники договорились, что они хотят расселиться и поставить здесь новый дом. Они могут договориться поставить мансарду, а могут не договориться и ничего не захотеть. Тогда это просто будет сейсмоусиленный или конструированный дом в соответствии с той очереди на капремонт, которая у нас существует. Конечно, мы расскажем подробно про экономические модели разных тестовых сценариев, какой тут есть интерес для инвестора, и необходимые изменения в законодательстве, чтобы это случилось. То есть, например, мы много думаем, если так быстро закинуть тизер, про форму жилищно-строительного кооператива, с которым сейчас у нас проблемы. Но вот Дом.РФ, как мы знаем, сейчас активно работает в этом направлении, и у нас тоже есть что предложить. Вот, собственно, я надеюсь, что сейчас у нас будет интересная дискуссия, и мы с вами пообсуждаем, и на следующей встрече вы увидите что-то еще более интересное. Хотя казалось бы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за вашу презентацию. А вы можете… Ну, я так понимаю, что вот сейчас та территория, которая на экране, это и есть та территория, которая вам была дана для проектирования. Правильно? То есть, а в целом, всю территорию Лисихи вы рассматривали тогда для чего, с учетом того, что планировочный каркас, ну, как я понял, вы сохранили тот, который, спасибо, мы запроектировали раньше? Ну, не совсем, то есть, действительно, планировочный каркас мы видоизменили, нам было важно показать, что территория не существует сама по себе, что она подключается к… что она зависит от уличной структуры, в первую очередь. Мне кажется, важно говорить об этом, что комплексное развитие территорий не должно быть точечным, что мы должны распространять цельный, очень внятный, в понятных границах, планировочных ограничениях элемент городской территории, который накрывал бы ее целиком, потому что невозможно реконструировать вот этот непосредственный участок без, как мы считаем, без реконструкции уличной дорожной сети или без предусмотрения социальной инфраструктуры внутри микрорайона. Поэтому это тоже важный, наверное, идеологический наш посыл, что территория КРТ – это должна быть не лишь та территория, на которую инвестору интересно зайти, а большая планировочная единица в границах планировочных барьеров. Ну и потом мы понимаем, что тогда, когда мы предлагаем нашу платформу, мы же ее предлагаем на город в том числе, поэтому это был тест, сможем ли мы захватить вообще территорию больше, потому что это некое универсальное решение, ну и также для формирования, собственно, 50-минутной доступности и попробовать тестировать в том числе какие-то границы нашей территории, это тоже, собственно, для этого как бы и нужны более расширенные. Ну я еще отвечу с технической точки зрения, что у нас та же сейсмика, зона затопления, зона катастрофического затопления все-таки влияет не только вот на этот участок, мы должны предусмотреть уличную дорожную сеть для безопасного выезда людей в случае чрезвычайной ситуации. Зеленые зоны, если люди, допустим, захотят с этой зоны выйти куда-то, то есть мы в общем территорию рассматриваем. Если мы не будем рассматривать эту всю территорию, то мы просто не сможем создать безопасность для людей, не сможем что-то менять кардинально для территории. Ну еще небольшая неточность была допущена. Социальные объекты мы тоже имели как бы чуть-чуть подвинуть в зависимости от каркаса чрезвычайных ситуаций, потому что те социальные объекты, они находятся в зоне подтопления, которые расположены на ППТ. Катастрофического в смысле затопления? Ну то есть на случай атомной войны. Ну ладно, это уже. Ну на случай атомной войны. Давайте, у меня вопрос второй, просто как раз про социальные объекты. Там, в общем, вот если на по всей лесике смотреть, там вот эти мифические наши школы детскими садами, которые я лично там нарисовал и понимаю, что они реализуются они там никогда, то вот, ладно, я не буду про них спрашивать. Я спрошу вот про детские сады, которые находятся в границах вашей территории. Проблема в том, что нормативы изменились, и вот в границах земельных участков вот этих детских садов, которые там сегодня расположены, новые детские сады можно будет построить на значительно более меньшую вместимость, чем сегодняшние. А плотность же проживающих людей на территории, ну, похоже, вырастет. И вот такой-то инструментарий, как с этим быть, вы разработаете же, да, позже или нет? Или, может, у вас уже какие-то мысли есть? Сложно ответить. Я думаю, что сейчас мы не готовы, но спасибо. Спасибо команде за презентацию. У меня, наверное, не жду ответа, но мне кажется, надо вам понять. Смотрите, вы сегодня в презентации используете несколько терминов. Вы говорите развитие застроенных территорий. Я не знаю, используете вы ее как термин или используете просто как набор слов, который подходит вам по смыслу. Используете термин реновация или, не знаю, термин ли это для вас. И в итоге сейчас, когда отвечаете на вопрос, говорите про КРТ. И учитывая, что сессия сегодня у нас называется с применением стандарта КРТ, поэтому, мне кажется, команде надо понять, а в итоге стандарт КРТ для вас все-таки существует? Или вы его говорите, нет, сегодня законодатель дал нам механизм, который не работает, мы придумываем свой собственный механизм, он называется по-другому, он называется реновация, я не знаю, развитие застроенных территорий и так далее. Это скорее пожелание. А у меня, ну, Руслан Анатольевич уже сказал, что мне кажется, что не нужно в презентации столько времени уделять, ну, наверное, и в будущем это будет, история о том, что, вот честно, мне было интересно услышать сегодня про вашу площадку, но, видимо, мы услышим об этом на третьей презентации. И еще история по поводу, вот все-таки, когда вы разберетесь с механизмом, честно говоря, не получился у меня вопрос, когда вы разберетесь с тем, о какой механизм вы используете, ваш пользовательский интерфейс на самом деле может стать замечательной заменой одной из, одним из инструментов, предлагаемых сегодня в КРТ, это собрание собственников жильцов, которые обязательно должны проходить при КРТ, которая жилой застройки. Вот, мне эта тема понятна, понравилась, учитывая, что действительно сегодня ТОСы на территории очень активны. Вот, и вот, и еще один момент про сплошное межевание я сразу хотела сказать. Наверное, ребят, ну, не забывайте, что сплошное межевание на этой территории существует, оно есть, возьмите его за основу и поймете о том, что на самом деле эта история уже случилась, причем с привлечением активным граждан. Ну, вот, как-то, наверное, скорее пожелания, не вопросы. Ну, вот так ждем результата. Спасибо. Не надо на них, если это пожелания. Учли, пожалуйста. Так. Ну, первое, что хочу сказать, это очень круто. Мне очень понравилось. Правда, хочу отметить, что в вашей презентации я увидел два топика. Первый – это, ну, Лисиха, да, то есть это проект той территории, которая есть. А второй – это разработка вот этого регламента механизма взаимодействия, который, в общем-то, выглядит очень революционно. Здесь даже не реформа, а именно революция какая-то в плане взаимодействия собственников, там, земельных участков и квартир на территории с органами местного самоуправления и государственными. Не берусь представлять, сколько это может стоить. Эффект определенно покрывает эти издержки. В том смысле, что в любом случае сейчас количество информации постоянно растет и удваивается таймингами, которые сокращаются геометрической прогрессией. То есть если мы раньше определенное количество информации в обществе наращивали как-то годами, сейчас это проходит и быстрее, и быстрее, и быстрее. И такие инструменты, они нужны. Единственное, что сам инструмент, он опережает свою точку, в которой мы сейчас находимся в нашем государстве. Если это была бы развитая страна, которая готова к таким цифровым инструментам, это было бы легче внедрить. Здесь лучше в дорожной карте просто продумать предыдущие звенья. В том смысле, как сейчас это выглядит. Это выглядит совсем не так классно, как вы показываете. Потому что органы местного самоуправления, они часто, к сожалению, некомпетентны в собственных же вопросах даже. И в вопросах взаимодействия с гражданами они вообще потеряны очень-очень сильно. То есть даже в местной администрации люди обращаются, когда у них есть проблемы, а не когда они думают о будущем. В этом смысле, как бы, вот это промежуточное звено перехода к такой системе, оно должно было бы быть как-то продумано. Спасибо. Вот тоже маленький комментарий, что мы считаем, что появление этой инфраструктуры может стать тем средством, которое позволит этому местному самоуправлению получить те нехватки, заполнить те нехватки, которые сейчас отчасти приводят к тому, что оно неэффективное. Это информирование, это более легкий доступ к участию в этих процессах и более гибкий. То есть сейчас мы понимаем, что у нас есть там либо ты инициатор, либо ничего. А тут наша форма цифрового соседства, оно предполагает вариативность степени участия. Это тос в формате микрорайона, это тос в формате квартала или это ТСЖ на уровне дома. Спасибо. Николай Викторович. Да, да. Спасибо за презентацию. Ну вот последняя фраза Гавриила была. Ну можем договориться, можем не договориться и не построят мансарду. Вот в этом все противоречие заложено, по сути дела, всей этой идеей. Потому что вовлечение активности жителей в решение своих проблем это как бы устранение государства или же исполнительного органа, который должен обеспечивать комфорт проживания. Потому что не всем жителям это и интересно вообще. Он там живет и занят своим делом. Он самореализуется где-то на стороне. Это всего лишь его одна сфера жизнедеятельности. Понимаете, да? То есть комфорт в квартире и во дворе. То есть половина активного населения не вовлекается в этот процесс вообще. Потом. Поехали дальше. Механизм. Механизм реализации забавный. Забавный. Ну, инвесторы там идут, да? Значит, бюджет, собственные пожертвования граждан и инвестор. В этой модели я не увидел, что инвестору вообще интересно, потому что он ничего не получает. Вообще ничего. То есть только затраты и ничего. Поехали дальше. Активность собственного пожертвования граждан. Да вы что, смеетесь, что ли? Никто никогда ни копейки не даст. Даже на покраску подъезда. Это третья позиция. И бюджет. Теперь коснемся бюджета. Ну, бюджета пока хватает только на ремонтные работы. Ну, будем рассчитывать, что будет когда-то лучше. Но вот видите, все равно возвращается к каким-то государственным формам финансирования. Все равно. И вот тут, вот в этом противоречии, что вы основной упор делаете на активность граждан и как раз бездействия государственных структур, потому что освобождение, понимаете, да? Освобождение. То есть государство говорит, а вы сами решайте. Вы сами там придумайте, что можете. Вы же найдете инвесторов сами. Вот тут есть маленькая противоречия вообще реализации этого. Ну, еще там размещение социальных объектов на гаражах. Это вечная история. Это вообще вечная история. Я давно уже назвал это раковой опухолью, как говорится, на теле города, да? Вот эти гаражные кооперативы. И бороться с этим можно, но очень дорого. Как с раковой болезнью. Извините. Это не к дискуссии. Эта команда учтет и ответит, возможно, в своей следующей презентации. Еще вопросы? Да? Нет, нет, нет. Вопрос. Вот смотрите. Вы говорите, что базой является центр реновации. Для вас это кто? Государственным. Спасибо. Можно все так? Так, вопросы. В Зуме вопросы есть? Добрый день. Всем есть комментарии? Евгения. Меня слышно? Да, 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 слышно. Да, Евгения Ямова, агентство развития территории градостроительная школа. И у меня комментарии как раз к цифровому соседству. Вы действительно заложили такую тему будущего. Это все попахивает геймификацией, которая очень хорошо зайдет лет через 10, потому что как раз подрастет поколение, которое будет способно именно так мыслить и отвечать за свое жилье именно в таком формате. Но вот даже уже сегодня, да, понимая, что там через какое-то количество времени такой цифровой продукт будет востребован, уже сегодня нужно понимать, откуда будут браться кадры, сотрудники для вот таких фасилитаторов, да, коммуникаторов, коммуникаторов со стейкхолдерами, потому что сегодня даже такой профессии не существует. Ну, то есть, я не знаю, кто архитектурный, градостроительный психолог должен быть. Ну, то есть, сразу понимаете, какие, чем это будет и как это будет обслуживаться, да, ну, это вот такой у меня комментарий. Спасибо. Есть еще вопросы, комментарии к команде? Тогда команда Постышева, спасибо. Лисиха, большое спасибо. Не забудьте свой баннер и отдать микрофон. Спасибо большое. Кажется, интересная дискуссия. Кликер тоже вернулся. Ой, да. Да, добрый день. Меня зовут Лина Филипп. Моя команда Надежда Грязнова, Ольга Гулик, Амзас Витебрагимов и Анна Дронова и Степан Рудяк. И мы хотим начать с того, чтобы ознакомить вас с нашей территорией, потому что при выезде на нее мы ощутили эту атмосферу и она абсолютно разнилась с тем, что мы думали до приезда на территорию. Поэтому начнем с видео и надеюсь, что вы проникнете с теми же ощущениями и будем вам подсказывать. Давайте пойдем. Ну и говорят... А у них тут что? А у них тут что? А у них тут что? Это будет кармин, и не жди к кармин. Ну, это может быть такое, что-то такое. А сам надо... Смотри, колюшки дети бегут. Скажешь о площадке? Пользуешься вообще ей, нет? Поле для собак. Поле для собак? Для выгол собак? Нет. А... Вы-то понятно. Как итог этого видео, просто хочется сказать, что это была суббота, солнечный день. День. И на территории мы встретили, ну, может быть, от силы человек шесть, пройдя всю территорию. И, наверное, вы сами все и поняли, но в целом хочется подытожить контраст этих абсолютно неосвоенных, казалось бы, неосвоенных территорий, территорий без жизни и контраст этой транзитной страшной улицы, на которую было сложно каждый раз выходить. И... Сейчас... Куда нужно направлять? Куда нужно направлять? Куда нужно направлять? Угу. Сейчас принимаются на этой территории, на территории более укрупненную, чем территория проектирования в рамках стандартов. Но пока мы анализировали территорию более крупненную. Так вот, один формат рассмотрения свелся к тому, что это все предпринимаемые действия, решения строятся на точечных мерах. То есть мы делаем здесь и сейчас, ни с кем не согласовываемся, мы делаем здесь и сейчас. И второе – это про будущее развитие, которое накладывается на существующие уже сложности, и это про рамочные меры. То есть ПЗЗ и документацию градостроительную, которую мы проанализировали, говорят о том, что территории не согласуются между собой, территории существуют вне зависимости друг от друга. И дальше мы разберем, как мы реагируем на эти проблемы и какие выводы мы делаем. И начнем с рабочих мест. Дело в том, что генплан города сейчас предполагает, что на нашей территории будет новый центр, но при этом разрешительная документация, которую мы изучили, не говорит об образовании там ничего, кроме коммерческих зон при жилых зданиях. И дело в том, что образование центральности района не складывается от мест притяжения, благоустройства и прочее. Тут стоит говорить о том, что нужны рабочие места, нужно сохранять жителя внутри нашей территории. И мы хотим предотвратить маятниковые миграции ежедневные и оставить жителей Ушаковки в своем центре. Далее мы говорим о том, что территории сейчас имеют очень, опять-таки, разрозненный характер, как я уже упомянула. И все благоустройства или объекты культуры, которые уже есть на территории, они не являются частью большой какой-то сети, они не являются доступными для центра города. Опять-таки центральная часть совсем близко, но они находятся в абсолютном отрыве от нашей территории. И как мы это решаем? Мы выявили потенциалы, которые могли бы сыграть на образование рабочих мест, во-первых. И это существующий креативный кластер, который сейчас не функционирует в сообществе с чем-то другим. Затем это по территории промышленности, которых на нашей территории невероятное количество. Да, они не исследованы, да, мы не знаем, какое у них состояние и можно ли их адаптировать, но мы рассматриваем их как потенциал. И последняя – это зона спорта, на которую есть спрос, на которую жители выявили желание ее развивать, которая и так в целом развивается, и Ушаковка в целом имеет направленность такой территории. И на той же оси мы располагаем то, что можно интегрировать в каждый из этих территорий. Это автосервисы, на которые сейчас рассчитана вся территория, это скопление автосервисов. Мы не хотим их отрицать, потому что считаем, что это идентичность района, ее можно было бы адаптировать под современность, ее не нужно вмещать оттуда. Также мы изучили рекреационные маршруты и культурные маршруты города, и сейчас они сосредоточены в центральной части. Мы подумали, что нам нужно расширить такие маршруты на масштаб вообще всего города. Можно следующий слайд, пожалуйста? На данный момент существуют местные инициативы. Это зеленая линия, схемы велокаркаса и зеленое кольцо. И на их основе мы рассмотрели расширение этих зон рекреации и культурного отдыха. И попытались распределить это по всему городу, основываясь на зеленом каркасе и точках притяжения. На данном слайде представлено развитие территории по ППТ. Городостроительная документация формирует рамочный тип застройки, которые развиваются внутри себя, не взаимодействуя с соседними проектами. А также отсутствие какого-либо каркасного оснащения территории, в том числе рекреационных, социальных, инженерных и транспортных каркасов. Следующий. Такая рамочная концепция вызывает достаточно большую проблематику места. И она заключается в том, что у нас и так есть загруженная улица Баррикад, которую мы видели на видео. Она является еще транзитной точкой, ведущей к аэропорту из города и ведущей в садовые кооперативы. Нам кажется, что следовало бы начать с ее разгрузки. Помимо того, что она является транзитной, на ней еще происходят аварии, и случаются они, к сожалению, только на пешеходных переходах, избивают пешеходов ввиду отсутствия светофоров. Это еще один такой важный фактор, который следует рассмотреть. И у нас есть решение, как ее разгрузить. Это создать объездное кольцо, которое бы разгрузило как раз улицу на нашей части территории, чтобы благоприятствовало дальнейшему развитию нашей территории. Также у нас отсутствуют инженерные сети, которые предполагаются развивать по ППТ. И, конечно, мы будем включать это в программу, что это очень важно. И мы планируем сделать на этом некий инженерный каркас, который обеспечит нашей территории также развитие. Имеется две экономические модели с развитием и без инфраструктуры. Наша цель – это аргументировать, что благоустройство территорий создаст конкурентное преимущество и будет являться источником для привлечения девелоперов. Стоит понимать набережную как дополнительный проект. Ведь переселение можно обеспечить и без развития инфраструктуры. Но за счет выгодного географического положения наша территория может стать новым местом притяжения. Также набережная сама по себе может аккумулировать денежные потоки. Вкратце – это первый вариант – просто переселение. Но это не комплексный подход и статус кво района не изменится. И второе – это мы организуем благоустройство, запускаем туда коммерсантов-предпринимателей, и там генерируется активная городская среда. Как мы уже все сказали ранее, мы предполагаем некую систему каркасов, которые будут решаться на масштабе города и потом внедрять эти каркасы на нашу территорию. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Да, то есть наша территория будет подключаться ко всем центрам, решая проблемы от инфраструктуры к нашей территории. Рассматриваемая территория от улицы Баррика до реки Вышаковки и от улицы Декабристов до улицы Писарева примерно 27 гектар. Проектируемый участок 14 гектар, он чуть меньше. Мы выбрали среднюю этажную модель по комплексному развитию территорий и рассмотрели связи, визуальные точки, объекты культурного наследия, которые есть. Также взаимосвязь противоположного берега, которая необходима предместью рабочему. Может быть это будет в пешеходном виде. Следующий слайд, пожалуйста. На основе стандарта, вот наш участок, который 14 гектар, выделен желтым цветом, был выявлен центр территории и разбит участок на кварталы. Примерно квартал в среднем чуть больше одного гектара. И сверху, вот голубым, мы видим реновируемый участок. Плотность, ну и получились экономические показатели. И сама модель была разбита по плотности, что к центру, естественно, антигритет высокая плотность и с понижением плотности к берегу. И последнее, на чем мы хотим завершить, это вопрос больше дискуссионный, который бы мы хотели продвигать как нашу концепцию. Дело в том, что мы, изучив стандарты, мы обнаружили такую вещь как инвестиционная привлекательность территории. И в своем проекте мы попытались определить эти критерии, какие территории в Иркутске обладают такой инвестиционной привлекательностью. И, очевидным образом, наша территория не является такой. И мы сочли это вызовом, потому что все инфраструктуры, которые нам предстоит проработать, они являются сложностью для застройщика. То есть, заходя на нашу территорию, в отличие от территорий, выявленных стандартами с помощью критериев, заходя на нашу территорию, застройщик просто вынужден реагировать согласно стандартам. И мы хотим в нашем проекте проработать эти инструменты влияния. И инструменты влияния на сложности, которые происходят вокруг нашего проекта. То есть, говоря о нашей территории проектирования, мы прорабатываем по стандартам жилье и относимся к окружающим инфраструктурам и проблемам с двух точек зрения. Мы рассматриваем идеи инвестиционно-привлекательных территорий по КРТ с двух сторон. С одной стороны, как это происходит в частной ушаковке, это застройщик, как застройщик для себя. Дело в том, что он проектирует внутри своей территории, соблюдая регламенты, но при этом ему сложно реагировать на создавшуюся ситуацию. И мы хотим предложить на основе уже прописанных стандартов формулирование механизмов привлечения инвесторов. То есть, как было описано в примере финансовой модели, например, за счет привлечения инвесторов к набережной мы предлагаем выгоды для такого инвестора, то же самое, работая с генпланом, как это все происходит. И второй вариант, как это может происходить на территории, это застройщик кактор города. То есть, если застройщик все-таки не хочет идти на территорию, которая инвестиционно не привлекательна пока что, если он не хочет работать с этими проблемами, которые существуют на территории уже сейчас, он может пойти по пути, который мы хотим проработать и предложить, как надстройку к документам градостроительного планирования, возможно, как информационную временную модель. И мысль в том, что чтобы зайти на привлекательную территорию, которая является уже полностью оправданной для строительства, где точно нужна реновация, где необходимо просто прийти и сделать, и получить много прибыли. Мы хотим предложить здоровую конкурентную среду в этом, и поэтому мы предлагаем застройщику, претендующему на эту территорию выступать как актору города, то есть человеку, который может получить эту территорию посредством каких-то своих действий. И мы хотим предписать эти действия. Этими действиями пул инвест-проектов может быть реновация территорий, реновация точечных объектов, на которые никогда не возникнет спрос в ближайшее время. То есть, например, какие-нибудь одинокие здания, которые стоят по городу, но которые находятся в совершенно невыгодной для застройщика территории. И, например, никто туда не придет и не спасет этих жителей, кроме государства. То есть мы тем самым облегчаем работу государственных механизмов, предлагаем здоровую конкуренцию, договор о концессиях, то есть страхование застройщика о том, что он вложится в эти территории, и, возможно, тогда по применению условной бальной системы он сможет претендовать на инвестиционно-привлекательные территории. Но при этом, если победит другой застройщик в этой борьбе, то мы возвращаемся к тому, что государство ему восстановит эти инвестиции. Но дело в том, что когда мы говорим о такой модели, мы можем говорить о социальной ответственности застройщика в городе, тем самым облагораживая и город, и даже повышая престиж этого застройщика в городе. И что хочу сказать, то что если мы не пойдем ни по одной из этих моделей, которые я описала ранее, и будем действовать только в рамках своей территории, мы боимся то, что мы придем на территорию, сделаем все красиво, а внутри останется неосвоенное море, через которое вообще невозможно подобраться, и останется все то же самое сложное, безысходное состояние. Вот, в целом, спасибо. Пожалуйста. Спасибо за интересный анализ. Но в традициях нашего зимнего городостроительного университета это услышать какие-то новые взгляды, новые подходы, новые городостроительные идеи. Вот если у предыдущей команды мы ее услышали, а не могли бы вы вкратко сформулировать основную городостроительную идею вашего проекта? Основная идея какая? Попробую еще раз кратко. Это про отношение к невыгодным территориям для застройщика в городе. То есть стандарт говорит о том, что можно выделить по критериям территории, на которые можно заходить и реновировать там, строить, и от этого будет плюс. Но есть территории, которые необходимы для реновации и освоения в масштабе города, потому что там опять-таки все еще живут люди, им необходима эта инфраструктура, им необходимы стандарты. То есть нам нужно проработать, мы прорабатываем модели, когда застройщик может выступать помощником в этом. То есть мы говорим о том, что застройщик проектирует не только для себя, застройщик проектирует на окружающую территорию, и мы даем ему эти инструменты. Эта идея не нова. Понятно, что такие инструменты есть, эти механизмы, да. А вторая часть нашей проработки – это о том, когда застройщик хочет зайти все-таки на выгодную территорию и тем самым социальная ответственность на город повышается. То есть дело в том, что тогда, чтобы зайти на привлекательную территорию, в здоровой конкуренции, ему приходится делать что-то для города. То есть мы говорим, например, как той команде сказали, кто захочет реновировать это, вот такие вот люди точечно захотят, чтобы выйти на другие, более сложные, интересные проекты инвестиционно. Я смогла ответить на вопрос или нет? Вы много сказали, но мало сформулировали. Да, сложно. А если сформулировать ее так, это просто я уже из того, что вы сказали такую выжимку, что эта идея – это интенсифицировать включение данной территории в общегородскую ткань. Можно так? Да, это первый вариант. Это то, о чем я говорю, то, что это не самая новая идея. То есть мы это делаем, и мы проработаем инструменты, которые в чем-то будут новые, в чем-то не новые. Но это будут механизмы работы, то есть чтобы застройщик знал, что с этим делать. То есть ему говорят, что чтобы территория существовала не в таком формате, нужно проработать и социальные, и транспортные инфраструктуры. Очень сложно объяснить. Спасибо, опять вы не формулируете. Это один из вариантов подхода. Подождите, пожалуйста. Да, я поняла, спасибо, сейчас я попробую. В чем заключается, я так скажу, левая половина застройщика, как актор города для возможности получения сочных территорий. Вы говорите, застройщик должен что-то сделать и быть социально ответственным для того, чтобы получить вкусную территорию. Ну так по сути сегодня на самом деле и механизм КРТ это предполагает. На самом деле для того, чтобы получить вкусную территорию, нужно в договор развития территории включить застройку детского сада и школы за счет собственника, ну в смысле, который получает этот договор. Или нет? Или речь идет вообще о чем-то другом, а мы просто не можем мысль уловить? Да, я вероятно не смогу объяснить, не могу объяснить, я согласна. Сейчас я просто закончу то, что про… Да, 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 я стараюсь. Сейчас мне команда поможет. Спасибо, что стараетесь тоже. Дело в том, что то, что вы сказали про объекты, которые должен обеспечить застройщик, это все-таки входит в правую часть. А здесь мы говорим о том, как застройщик может проявлять себя в городе на других не востребованных совершенно территориях. То есть вот, допустим, есть территория, можем предположить на примере Ушаковки, если на нее никогда не приходит почему-то застройщик, если вот она является совсем невыгодной и никому не нужна. На ней остается одно здание, у нас там есть вот панелька, и она нуждается в реновации. И при отсутствии механизмов туда приходит государство, реновирует, расселяет, а мы предлагаем эту роль на себя взять застройщика, в том, чтобы выйти на территории, которые инвестиционно привлекательные, которые выделены по критериям инвестиционно привлекательности. То есть он может... То есть, извините, вы говорите о том, что застройщик возьми территорию, которую не возьмет никто в городе, ну в смысле потому, что она никому не интересна, возьми на себя социальное обязательство по расселению этого дома, ну не знаю, как бы примени механизм реновации в отношении одного объекта, который мы никогда не расселим, и за это ты получишь территорию другую, на которой сможешь реализовать свои коммерческие интересы. В этом смысл? Да. То есть это дополнительная нагрузка, я такой молодец, говорю, ну ребят, давайте я вам вот эту общагу расселю, потому что вы ее никогда не расселите, но за это вы мне дадите свободный земельный участок, экономически эффективный. Так? Да, все верно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Вопросы, да, Иль? Нет. Вопросы. А мне потом дадите сказать? Да. Я, главное, по инвестиционной схеме тоже хотел задать вопрос, что нового, да, но уже здесь так проживали, и я понял, что здесь новая только здоровая конкуренция, я так понимаю, да? Потому что, в принципе, это будет для нас новая вещь. Социальная ответственность. Но вопрос я задам по… В прошлый раз я такой же вопрос задавал. Вот именно на вашей территории хотел спросить про собственников. Вы разобрались с этим делом или нет? Потому что там два крупных собственника. Вы взяли одну территорию старого завода «Строидеталь» и вторую территорию МВД спорткомплекса. Это МВД. Вы не знаете, они разрушились или нет? Они разделились или нет? Или они все еще остаются? По кадастру просил посмотреть. Насчет территории завода, да. Они ждут, когда к ним придет кто-то и скажет, что вот, можно сделать территорию лучше. Но при этом они хотят закрепить за собой какое-то место. И есть такой механизм, по-моему, он прописан в КРТ. Насколько я помню, что вовлечение именно этих собственников в развитие свою территорию как соучастный инвестор либо соучастный проектировщик. По поводу МЧС мы не собираем, ну у нас не было планов их выселять. У нас был план их организовать в общий такой спортивный кластер и их просто немного подвинуть. И как бы это, в общем-то, все. То есть они живы все? Ну да, они живы. Спасибо большое. Ну вот такое размышление. То есть есть там закон сохранения энергии, и застройщик – это бизнес. И рассказывать про социальную ответственность бизнеса, ну и надеяться на то, что бизнес будет социально ответственным, это, ну на мой взгляд, это не… ну это подмена понятий, это пытаться какие-то неестественные механизмы включать. Хотя на самом деле все надо мной уже придумано, да. Есть бизнес, есть местное самоуправление, есть налоги, есть ответственность собственников, не только права, но и ответственность собственников, да, за свои дома. Вот. И если мы застройщика чем-то обременяем, будьте уверены, это обременение в итоге ляжет на тех, кто будет там потом, значит, квартиру покупать. Никак не на застройщика. А последовательно это опять же ляжет потом на местное самоуправление. То есть это все вот… Теклически ничего никуда не денется от того, что мы назовем это социальной ответственностью, там, возложим на застройщика. Все вернется обратно, как бы, да, на свои… Поэтому вот я сейчас пока не понял на инновации, не понял. Спасибо. Уважаемые коллеги, было очень приятно услышать ваш доклад. Мне бы хотелось вас настроить, ну, на дальнейшее осмысление этой территории. Вообще территория фантастическая. В чем ее фантастичность? В том, что деградирующая территория, стагнирующая практически, находится в десяти, там, минутах от центра… В микрофон, пожалуйста, говорите. …города Иркутска. Десять минут и никакой связи. Ни культурной, ни планировочной, никакой. И сейчас вот перед вами такая миссия. Кстати, город уже очень заинтересовался этой проблемой. Сейчас происходят некие попытки осмыслить эту территорию. Но вам надо напрячься. Вот от вас, может быть, сейчас последующие будут защиты. Все-таки расскажите нам всем те самые преимущества, которые содержит эта территория. Мы, может быть, о них не знаем, но вы должны их увидеть. Это и природный каркас, Ушаковка, и те реки, о которых вы, наверное, знаете, и родники, которые там бьют. Это рельефы, это планировочная структура, хаотичная совершенно. Вот если вы найдете эти преимущества и расскажете всем, что если эти преимущества реализовать, это и будет та самая привлекательность, которая позовет сюда инвесторов. И я уверен, что через 15-20 лет эта территория будет вторым центром Иркутска. Пока этих прелестей, вот не знаю, я как житель города Иркутска, вроде чувствую, но до конца не представляю. Поэтому, ребята, ну напрягитесь. И мы вам будем благодарны, спасибо. И не забывайте о том, что все-таки этот район требует связи с остальным городом, пока они практически отсутствуют. Да, мы помним дипломные проекты и все это есть, но вы попытайтесь сформулировать, это обязательно надо учить. И не забывайте о природном каркасе, он здесь основа основ. Спасибо, удачи вам. Мне показалось, что эта команда, в отличие от предыдущей, как раз начала с исследования связи площадки с городом. То есть масштаб города присутствовал, может быть не до конца там прозвучало все, что мы ожидали, но тем не менее он есть. Но дальше все пошло как-то не так интересно, как ожидалось. На самом деле, вот Владимир Борисович только что сказал, что площадка-то потенциально интересная, благодаря своему географическому положению неудаленность и благодаря некоторым особенностям, которые, в общем, вы как бы произносите. Но вот и первая команда, и эта команда находятся на подступах все-таки к тому, что ожидается, мне так кажется, от этой сессии. То есть много деклараций, много говорится о механизмах реализации. А что, собственно, реализовывать? Вот это как-то пока, мне кажется, еще совсем сырое. Отношение к территории на подступах, только на подступах еще. Хочется все-таки конкретики и тоже вот в ту сторону, о которой говорил предыдущий выступающий, выявить такие особенности этой конкретной, уникальные благодаря некоторым факторам, территории, до такой степени их обнажить, до такой степени обозначить, что за эту территорию бороться будут, проситься туда. И те, кому будет дозволено быть эктором и так далее, они должны быть счастливы, что их туда запустили, понимаете? А не так, что я вот здесь расселю, а вы мне хорошую территорию на мой выбор даете. То есть мне кажется, что поскольку вам, четырем командам, дали конкретные участки, то и ожидается какая-то конкретика, а не только теория цитирования важных старых документов, градкодекса, КРТ и так далее. То есть давайте ближе к городу и ближе к этой конкретной площадке все-таки. Ну и тоже про собственников надо не забывать, ведь не чистое же поле, наверное, что-то уже в собственности. И как быть с этим? Вот это тоже хотелось бы услышать. Спасибо. Спасибо. Можете ответить на вопрос, у вас какая территория? Можно микрофон, пожалуйста, чуть поближе? По площади какая территория у вас получается? 14 гектар. 14 гектар. Вы вообще, как видите, какие доминирующие здесь функции получаются? Жила, какая-то коммерческая или благоустройство? Как считаете? Ну, желаю, с общественным центром небольшим. Просто вы сказали, что у вас общий посыл как бы в благоустройстве. Сначала цель как бы какая-то такая проекта с благоустройством. Я ошибся? С целью комплексного подхода, во-первых, и благоустройство это как один из привлекательных для территории будет местом для развития в дальнейшем деловой и общественной застройки, и тем более жилья. Вот и все. Я хотел сказать, что есть очень сильные стороны у этой территории. Это набережная и это высокий трафик. Ну, набережная в плане благоустройства, а высокий трафик, он благоприятен для торговых точек, для торговых крупных предприятий. И в этом смысле то и другое не подразумевает сильные социальные нагрузки как образовательные учреждения. И тем не менее, такие объекты, они могли бы повысить привлекательность территории, которая окружает вашу. Потому что в целом 14 гектаров она небольшая. То есть там сильно не разгуляться на большое количество объектов. При этом инвестору он бы мог отбить свои инвестиции, скажем, в торговую точку. Здесь мог бы стать и региональный даже торговый центр из-за того, что здесь пересекаются несколько трактов и очень большой трафик именно региональный идет без въезда в другую часть города. Я бы просто хотела дополнить то, что мы про благоустройство говорили все-таки в контексте всего города. именно в плане того, что мы хотим подвезти туда маршруты. Потому что дело в том, что сейчас на набережной частично уже есть благоустройство, но дело в том, что видео вроде бы этого не было, но она пустовала вот в субботу днем. То есть создание просто благоустройства на этом месте, возможно, не так сильно бы повлияло, если бы мы подвели туда людей. Потому что сейчас, когда территории нет доступа, то есть добраться от центра в эту территорию не представляется возможности. Поэтому мы говорим о мостах, мы говорим о рекреационных путях всего города, подключения к существующим инициативам городским. 14 гектар – это слишком много для благоустройства в любом случае, поэтому я говорил только о части. Спасибо. Спасибо. Слушайте, у вас на самом деле из всех четырех команд площадка самая сложная. Знаете почему? Потому что это не развитие застроенной территории в предыдущем виде. Это КРТ незастроенной территории. Но, с другой стороны, вы, в отличие от всех остальных команд не связаны историей расселения. Но, я вижу вашу мысль, она заключается в чем? Ну, мне так показалось сегодня. У нас есть 14 гектар незастроенной территории, которая подходит под третий пункт КРТ, может быть, или под четвертый по инициативе правообладателя, потому что земельные участки находятся в частной собственности. Но вы, как ответственные будущие застройщики, о которых вы говорите, увеличиваете территорию проектирования, включая туда и потенциально аварийный и аварийный фонд, мало того, территорию Динамо и выходя на ту магистраль, про которую только что сказал мой коллега. Потому что ваша территория сегодня не имеет никакого трафика. Она не связана вообще совершенно с городскими магистралями, о чем вы сегодня уже говорили. Мне кажется, что ваша площадка хоть и самая сложная, но в связи с тем, что вы так ответственно уже подошли к границе и изменили ее, она может быть самой интересной. Почему? Потому что на стыке тех трех механизмов, которые сегодня предлагает правообладатель, с учетом того, что вы говорите об ответственном застройщике, теперь обратите внимание на все то, что сказали коллеги предыдущие. Эта территория уникальна. И она обладает уникальным потенциалом. И вы уже это почувствовали. Поэтому я думаю, что у вас может сейчас получиться очень интересная история. И мне кажется, нужно просто сейчас развить свой механизм на примере, вот этот ваш левый механизм на примере вашей площадки и сказать, ребята, мы не просто на свободно на 14 гектарах проектируем, мы берем как ответственный застройщик соседний аварийный фонд, расселяем его и превращаем эту площадку в более потенциальную интересную историю. Вот мне кажется, что ваша мысль в этом, вы просто чего-то вдруг растерялись, и мне кажется, что у вас все впереди. Я желаю вам удачи. Спасибо, это очень ценно. Действительно. Еще есть вопросы, пожалуйста? В Zoom есть вопросы? В Zoom есть вопросы? В Zoom вопросов нет. Я хочу сказать большое спасибо, что они все-таки идут уверенно вперед. Но нужно выявлять не только отрицательные стороны площадки. И вот эта улица баррикад, и неустроенность, и детям негде. Положительные факты нужно из истории хотя бы черпать. Ушаковка была полноводной рекой, по ней ходили пароходы. Эта территория связана с исторической личностью Колчака. Там, где расположен стадион «Динамо», там была уникальная территория, где был велодром. То есть практически две было площадки в Советском Союзе, где катались на велосипедах. Велодром был. Велотрек, да. Кроме того, там была железная детская дорога, там шикарный был парк на берегу Ушаковки. Там было очень много интересного и близок к центру города. Чуть-чуть поближе, пожалуйста, микрофон. Надо веселее посмотреть на эту территорию и сделать ее такой же уникальной, веселой, как она была и раньше. Понимаете? 40 лет назад она была другой, более интересной. И сделайте, чтобы она через 20 лет была еще лучше. Успехов вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы хотели еще сказать, что мы отмечали именно потенциально интересные моменты в этой территории. И чтобы раскрыть этот потенциал, мы хотели вот этот механизм. То есть мы не отрицательно к ней подходим, мы потенциалы ищем. Спасибо, да. Спасибо. Хорошо. Докажем. Спасибо. Большое спасибо экспертам. Спасибо команде. Сейчас у нас будет перерыв. 20 минут. Всем добрый день. Мы команда, у которой территория Новоленина. И, собственно, сейчас мы расскажем наше видение, наш анализ. Проектируемая территория – это часть крупного неоднородного микрорайона, расположенного на северо-западне Ленинского округа в направлении города Ангарск. А это одно из направлений развития Иркутской агломерации. Является самым крупным удаленным жилым районом. До центра Иркутска 18 километров. Население – практически 35 тысяч человек. Рост населения, возможно, на счет миграции. Сегодня это спальный район города, но имеет потенциал стать независимой территорией города, поскольку численная жительность вполне сравнима с маленьким городом, например, такие как Зима, Нижнеудинск, Саянск и другие города Иркутской области. Здесь мы анализируем транспортную доступность и видим, что у района довольно затруднено передвижение по всем целям. Одна из самых трудных ситуаций в городе. Также мы проанализировали уличную дорожную сеть и видим, что с точки зрения радиуса доступности остановочных комплексов район вполне удовлетворяет. Но все-таки есть проблемы с точки зрения ДТП на улице Розе-Люксембург. Мы видим небольшие проблемы, это также связано с малым количеством пешеходных переходов на данной улице. Также мы проанализировали плотность и видим, что район неоднороден. С точки зрения функционального зонирования вокруг данного района мы видим крупную промышленную территорию, также через железнодорожные пути мы видим территорию авиазавода и также мы видим, что район довольно насыщен жилыми кварталами. По функциональному наполнению мы видим, что преобладает жилье, но также в районе довольно развита социальная инфраструктура, например, школы и детские сады. Что относительно приложения труда, к сожалению, в Новоленино соотношение рабочих мест и жилья довольно большое, рабочих мест там в довольно малом проценте. Также мы проанализировали гемографию и сделали вывод, что рост в данном микрорайоне возможен только за счет миграции из ближайших городов. С точки зрения озеленения район довольно наполнен. Мы проанализировали и поняли, что там довольно большие дворовые пространства есть, рекреационные. И поскольку район находится на удалении, то у него есть большой потенциал относительно озеленения. Посетив нашу территорию, мы обнаружили большие широкие дворовые пространства. Обнаружили также, что огромное количество автомобилей, их структура хаотична и понимаем, что парковочные места требуют реорганизации. Также заметили низкое качество архитектурных решений на нашем участке. Преобладает огромное количество детских площадок. В целом они из советского периода. И заметили такой факт, что этими площадками в целом никак не пользуются. Также люди вынуждены ходить по проезжей части в связи с тем, что отсутствуют пешеходные переходы. И в целом среда непригодна для маломельных граждан. Здесь вы можете наблюдать некие снимки. То есть, допустим, на крайней картинке мы видим баскетбольное поле и понимаем, что жители за решетчатывают свои окна, чтобы просто к ним не залетел мячик в окна. Видим также автомобили. Видим устаревшие малые архитектурные формы. Видим в какой-то степени, что люди сами понимают, что их среда она серая, безликая. И на данном слайде показано, что внешний балкон, люди сами пытаются выкрашивать какие-то акцентные яркие цвета. И в результате социокультурного анализа наши видения, они подтвердились. То есть, люди сами считают, что тротуары и связанность пешеходных маршрутов требуют реорганизации, требуются некие места отдыха, современные функциональные дворы и визуальная привлекательность зданий. Здесь показан мировой региональный опыт. Практики существуют уже довольно-таки давно. они как и в разных странах и городах. Мы видим соучаствующий опыт. По поводу самих зданий, мы видим заплаточный ремонт, яркие цвета входных групп, непроницаемость территорий, открытые торцевые части, глухих фасадов, низкое решение балконов. Но при этом мы также выявили, что нашему району присуще уникальное здание серии 135, если я не ошибаюсь. У них интересные арочные проемы. Это видно на данной картинке. Видим некие геометрические паттерны. Также видим, что люди выкрашивают свои балконы в разные цвета. И на данной иллюстрации показано, что делаются некие цветные вставки. Тем самым я хотела сказать, что это какая-то своя некая идентичность этих форм, которую можно в дальнейшем развивать. Потому что комфортная среда – это все очень правильно и хорошо. Но нам нужно думать о будущем, чтобы спустя 50 лет каждый район, города не были похожи друг на друга. И нам нужно выявлять эту самую идентичность и стараться ее сохранять. Видим, допустим, в разных городах и странах, как это использовалось. Якутск – это свои какие-то национальные мотивы. В Вене тоже мы видим, как выкрашивают порталы. Здесь, правда, плохо видно, но, может быть, там, не знаю. Еще я бы хотела добавить про гаражные кооперативы. В последнее время их уничтожают. То есть мы подразумеваем, что уничтожается каждая большая целевая аудитория. И мы должны учитывать этот фактор. И, возможно, этой территории нужна новая функция. И тут показана картинка Мельбурна. Мы видим, какой может быть прием интересный. Это такая акцентная точка, точка притяжения не только людей, которые там живут, но также и как бы приезжих, которые хотят там проводить какое-то время, потому что есть какие-то краски. Точки притяжения в нашем микрорайоне – это, в основном, парк «Березка», сквер России и торговый центр «Европарк». Все эти пространства в целом неблагоустроены и требуют дальнейшего восстановления и возможности развития этих территорий. В парк «Березка» мы увидели скамейки, которые неудобные. Они располагаются в хаотичном порядке. Спинки у этих лавочек под 90 градусов. Ими, опять же, также никто не пользуется. И все это нам говорит о том, что эти территории нужно развивать в дальнейшем. И также как бы вся среда этих точек притяжения, скверов, парков абсолютно не рассчитана для малобобильных жителей и для людей с детьми, колясками. По поводу торгового центра «Европарк», рядышком с этим торговым центром существует рынок, который также никак абсолютно не оформлен. Стоят ограждения, которые препятствуют доступу людей, нет пешеходных переходов. Видно, что люди проходят по проезжей части. И в целом остановки тоже плохого качества. Освещение во всех местах практически отсутствует. Видим мировой региональный опыт по точкам притяжения и как было разработано функциональное зонирование. И сами площади, которые имеют несколько функций. По поводу визуального мусора также у нас преобладает он в качестве рекламы. Заплаточный ремонт разных цветовых решений, довольно-таки ярких, которые перекрывают саму вот эту вот самоштабную ось человеку. Нарушается в целом визуальная связь с открытым пространством. Мы проанализировали нашу целевую аудиторию, та, которая сейчас находится в районе, и та, которая может быть потенциальной. И в целом это приезжие, это студенты, потому что на нашей территории располагается техникум. Это жители самого района, это пожилые люди и молодые. И в целом мы хотели узнать их скрытые инсайты, почему они не хотят или боятся в дальнейшем проживать в этом районе. То есть, например, те же самые дети, которые семьи с детьми живут в этом районе, они боятся за своих детей, потому что у нас не организованы парковочные места, машины повсюду. Типы сложившейся застройки. Мы понимаем, что в целом застройка среднеэтажная, не так много высотных доминант. По поводу застройки мы понимаем, что в целом все дома, большинство домов застроены до 1970 года, но также есть здания 2000-х годов. Все они практически сделаны из материала газозолобетона, про который нам так много рассказывали на лекциях. И 52% практически состоит из зданий этого материала. И они находятся в не очень хорошем состоянии. По поводу сложившейся застройки мы понимаем, что у нас преобладают секционные здания. И также выделили такую группу, как бараки, индивидуальные жилые строения, есть новая застройка, современная, панельки 80-90-х годов и кирпичные хрущевки. И по итогу хотел бы сказать, что главная сила нашего участка это самоштабная среда, это наполненная инфраструктура садами, детскими и школами, образовательными учреждениями. Слабости это в целом морально устаревший тип жилья, отсутствие идентичности этого района и как возможность это в целом потенциал развития нашей территории. Мы понимаем, что наш район, он в целом ничем не отличается от других. И на наш взгляд с ним происходит стигматизация. Что же нужно сделать так, чтобы в этом районе появилась жизнь? Мы предлагаем концепцию такую, как город в городе. То есть это город с комфортной средой и развитой инфраструктурой. И основная идея заключается, помимо того, чтобы преобразить район и наделить его новыми функциями, создать центр притяжения, локальные места, сделать его идентичным. Потому что это одни из быстрых мер изменения. Потому что мы думаем наперед и понимаем, что нельзя сразу же убрать все здания и должна быть некая поэтапность. И в результате всего мы должны все это интегрировать в единую систему с помощью правил, стандартов комплексного развития территорий. Спасибо. Проанализировав проблемы и плюсы этой территории, как мы обосновываем нашу концепцию? Городостроительные предпосылки города по решению транспортных проблематик у этого района следующие. Они предлагают вводить западный обход. Также в Генплане есть проект скоростного трамвая. И также мы нашли проект проведения троллейбуса на данную территорию. Но западный обход и трамвай – это довольно дорогостоящие мероприятия. И мы уважаем эти решения и выбираем для себя проложение троллейбуса. Следующий слайд, пожалуйста. И также добавляем на нашу территорию такую точку, как транспортно-пересадочный узел. Соответственно, мы улучшаем транспортную структуру и связываем Наваленина с центром Иркутска троллейбусом. И состоем ТПУ, что стабилизирует связь Наваленина как с регионами, так и с Иркутском. И позволяет использовать жителями, и активизирует электропоезд. Электропоезд и также организуются зоны отдыха, сопутствующие современным сервисам. И персональные системы хранения. Теперь немного поговорим про анализ сложившейся структуры. Мы уже начинаем рассматривать нашу территорию по модели стандартов. И проводим сравнение сложившейся нашей структуры с моделями стандарта. Малоэтажная или среднеэтажная. Это те модели, которые мы рассматривали. Основные параметры представлены на слайде. И по итогу наших расчетов и исследований мы все-таки решили выбрать среднеэтажную модель. Это ее основные показатели. То, к чему мы будем стремиться в разработке нашего района. Здесь хотелось бы мне отметить укропнение деления полотна квартала на более мелкие структуры, которые все-таки между собой все равно будут взаимосвязаны. И среднеэтажная модель, она предполагает два пути развития. Это снижение и рост. И мы для своего квартала предполагаем рост. Основные мероприятия, с которых начинается проектирование по среднеэтажной модели, по росту. Это, конечно же, первое – это реконструкция первых этажей домов с реорганизацией первых этажей. Уплотненная застройка как раз-таки полотна квартала, которая формирует четкий периметр квартала. Разукрупнение кварталов и организация улиц вместо проездов. То есть безопасная городская среда. И четвертое – это четкое функциональное зонирование открытых пространств с преобладанием и добавлением элементов благоустройств. И на этом слайде представлена стратегия нашего развития. Здесь хочу отметить то, к чему мы будем стремиться. Самое главное – это увеличение значимости пешеходных пространств. Это увеличение значения улицы Баумана в контексте всего района. Такой проект нам о нем рассказывали, мы с ним полностью согласны, что улица Баумана должна стать неким зеленым пространством, которое будет соединять и связывать все районы, которые находятся по той или иной стороне от нее, с перетеканием как раз-таки в создание нашей новой площадки. Это площадь, которую мы назвали «Своя», грубо говоря. И также здесь мы представляем, что эта площадь связывает город Иркутск. Мы в своем проекте закладываем комплексное развитие и улучшение существующей общественно-деловой функции и связь посредством транспортно-пересадочного узла Новоленина с городом. Сейчас я хотела бы подытожить решение нашей команды. И на сегодняшний день мы приняли решение единодушное о том, что нам подходит джентрификация района, основными инструментами которой должны стать стандарты КРТ и процессы совершенствования менеджмента и демократизации развития территории. И как помощник в первоначальном установлении диалога между властью и собственниками квартир и в целом жителями района мы видим средства массовой информации. И когда у нас сформируются местные сообщества, и только тогда можно рассматривать следующие мероприятия и задачи. Во-первых, это улучшение физических параметров территории, модернизацию детских садов и школ, придание районной идентичности. И только затем мы можем говорить о демонтаже аварийного жилья, санации существующих многоквартирных зданий и строительстве нового доступного и комфортного жилья. Для того, чтобы поддерживать и развивать долгосрочные отношения между государством и горожан, необходимо выстроить быстрые меры. И сегодня мы для себя определили их как приведение существующих зданий к единому облику за счет остекления балконов и лоджи в едином стиле. Возможно, придание аутентичности району с помощью геометрических мотивов, присущих территории, декорирование глухих творцов муралами, преображение арочных проемов и в целом разработка единой цветовой палитры для района. Также хотелось бы рассмотреть такие решения, как переоборудование подвалов, подсезонное хранение, коляски, велосипеды, шины, плюс переоборудование квартир первых этажей для групп старшего поколения и маломобильных групп населения. И опционно рассмотреть здания, в которых первые этажи можно отдать под коммерцию. И как доказательство того, что быстрые меры можно провести, мы приводим здесь пример, что можно создать курирующий центр, координацию разных специалистов внедрения и реализации, составить конкурсную программу, за счет которой мы будем привлекать художников и скульпторов для разработки идентичности района. И также мы проанализировали, что в Иркутске очень много местного стрит-арта, здесь вы видите его представителей, и здорово, что мы можем их привлекать, и все возможно. Здесь представлена схема планировочной структуры на примере одного из участков нашего района Новоленина. И как же мы можем этого достичь? Соответственно, мы проанализировали существующую структуру, выявили здания, над которыми уже проводились работы, чинились торцы, и также поняли, сколько зданий требует обследования. И также проанализировали года их введения в эксплуатацию. И, соответственно, основываясь на этом, мы предлагаем такую поэтапную схему сносов зданий. И также в дальнейшем ориентируясь на данную функциональную схему, вы видите жилые кварталы. Также мы делаем квартал более многофункциональным, наполняем его жизнью, делаем более проницаемым, активизируем пространство школы. То есть стадион, можем предположить, что стадион может стать более открытым, общим пространством. Также активизируем рекреационные наполняющие, предлагаем организовать на данной территории медицинский центр. Как видите, на этой территории. По землепользованию эта территория отдана объектам социальной культуры, то есть как школам, детским садам. Но мы считаем, на данной территории их более чем достаточно. Но недостаточно объектов здравоохранения. Также как угловыми акцентами сделать площади коммерческие. Внутри рекреационной оси квартала предлагаем создать пространство для творчества, которое может контактировать со школами и детскими садами. На этом наша концепция. Благодарим за внимание. Спасибо команде. У меня не столько вопросов, а одновременно вопросы и замечания. На прошлой презентации вам было предложено обратить внимание на соседнюю промзому Северного промузла. Как ее использовать для Новоленина сейчас не прозвучало никак. Дальше. Вы много поработали над совершенствованием жилой среды данного жилого района. Но это противоречит вашей концепции город в городе. По сути дела, вы предлагаете не город в городе, а благоустроенный, комфортный спальный район. Город в городе возможен только при наращивании мест приложения труда. Вот иркутяне прекрасно знают, что реально у нас город в городе, это Иркутск-2, который вырос вокруг авиазавода, который связан с авиазаводом. И люди там живут, в общем-то, изредка выбираясь в другие части Иркутска. Вот это город в городе. У вас город в городе при вашей концепции никогда не получится. Он так и останется. Пусть районам повышенной комфортности, но транзитным жилым районам. Поэтому вам либо нужно менять концепцию, снимать этот лозунг города в городе, либо предлагать какие-то мероприятия, одно из которых, я предполагаю, возможно, вот у вас стрелочками намечены, ничего не сказали. Развитие связи с промзоной каким-то образом. Потому что от вас не требуется предложение по размещению нового завода, но как вариант развития, я думаю, что и стоит предложить. Подумайте над этим. Спасибо. Прошу прощения, можно мы добавим? К сожалению, не успевали. Поближе микрофон тоже, пожалуйста. Хотели добавить насчет этой концепции города в городе, то, что для этого мы как раз и предусматривали ТРАНСТПУ, для того, чтобы предусмотреть возможности, люди, которые едут с регионов, у нас должен был быть такой слайд, показывающий, что Иркутск у нас находится в такой некой воронке в конце Иркутской области, и весь поток людей, он все равно проходит через Новоленина. И какой-то комфортный, ну, в общем, не хватало некого транспортного узла, который бы позволил людям поступать в город. Не спросите, забыли сказать об этом. Что как раз позволило бы как раз людям из региона именно остановиться у нас. Спасибо. Спасибо вам большое за вашу презентацию. Спасибо за, наверное, анализ территории, ну, мне кажется, который показал, что это стандартный спальный район стандартного периода строительства индустриального со своими стандартными проблемами, которые наверняка дублируются и в Туле, и в Симферополе, и где бы этого еще не было вообще на самом деле. Он ничем не отличается от других стандартных проблем. Мне только непонятно, как этот анализ привел к таким решениям. И сначала мы говорим о том, что у нас мы все-таки выбрали для себя путь джентрификации, который на самом деле, ну, по крайней мере, насколько я знаю, не подразумевает сноса существующего жилого фонда, а подразумевает благоустройство территории с привлечением туда другого класса сообщества вообще просто. То есть выселение, по сути, тех люмпинов, которые проживают на территории, и заселение туда более богатых людей. Ну, серьезно. Вот о чем джентрификация. А потом мы говорим о том, что у нас есть путь поэтапного сноса этого микрорайона. Так все-таки джентрификация или КРТ, все-таки анализ территории, неблагоустроенной среды и цветового диссонанса вашего приводит вообще к решению вот проблем. Если это джентрификация, то тогда да. Если это КРТ, то тогда да. Но вы как-то вот, мне кажется, немного непоследовательны. Либо у вас нет единого подхода в команде. Было ощущение, что анализ делают одни, предложения делают другие, и вы не могли договориться. Честно. Вот не сложилось сейчас ощущение. Хотя идей на самом деле много. Спасибо. Да, я хотела бы подавать, что вы абсолютно правы. Действительно, есть некие споры в команде. И мы рассматриваем джентрификацию, да, как одно из правильных направлений. Просто на данный момент у нас нет четкого понимания по аварийному жилью. И я лично не могу заявить о том, что его нужно сносить. Нужна экспертиза четкая. И в этом плане вот мы рассматриваем джентрификацию. Но если действительно жилье есть аварийная, вот это наша 335-я серия, мы готовы с ней распрощаться. Но, насколько я понимаю, у нас идет речь о дельте 10-30 лет, то, что нам было заявлено. И вот в течение этих 10-30 лет мы готовы работать с тем жильем, которое у нас находится в аварийном состоянии. Но я так понимаю, это будет так. Мы зашли на здание, и мы поняли, оно у нас остается, мы делаем с ним какую-то революционную революционную революцию, или мы его сносим. Потому что... Не получилось, потому что вы все вернули. Вы верно говорите. Не получились, мы не успели, чуть-чуть не доработали. Сейчас, на самом деле, по моей оценке, ваша площадка самая сложная из тех, которые мы уже сегодня увидели. Почему? Потому что вы говорите, что здесь нет идентичности, она не проявлена. Вы говорите, что, ну правда, я согласен, тут зацепиться трудно за что-то. Потому что, когда мы смотрим на эту территорию, мы видим, собственно говоря, схематичное изображение из учебников градостроительства советского. Вот. То есть, ровная площадка, и значит, на ней прям по классике, значит, промзона, значит, улица, жилые микрорайоны и объездная. Да, вот это вот из 60-х годов прошлого века с едущими по ним блестящими автомобилями. И вот здесь-то надо как раз и цепляться за это. Вот это же на самом деле, а вот теперь мы примем, потому что, может, наоборот, у нас самая удачная площадка, потому что на ней-то как раз и можно показывать принципы наиболее чисто. Показывать то, как какая-то территория на самом деле на сегодняшний день лживая, да, по отношению к жизни. Вот эта вот объездная, которую мы, знаете, в одном геймплане нарисовали в этом месте объездную, потом следующий раз еще отступили, еще, а эти объездные все обрастают и обрастают, никак не объездные, все в улице превращаются, понимаете? А мы еще ругаемся, что там все строят вокруг этих объездных, мы же хотели, чтобы это неслись все красиво. Или, допустим, вот эта история с этой промзоной, отделенной, значит, от жилого района и, значит, вот это функционально, это четкое зонирование, да, а вот здесь, значит, у нас цветочки растут, а вот здесь, значит, у нас все трудятся, значит, да, и все весело выходят с утра и под гимн Советского Союза, значит, садятся в трамвай, этот трамвай едет в промзону, вот тут про Иркутск-2 сегодня вспоминали, вот, ну вот, то есть вот за это и надо, наверное, сейчас зацепиться и сказать, что, ну, извините, но это уже, ну, извините, не прокатывает, да, за жаргонные слова, все, надо пересматривать. И если, допустим, там вот предыдущих, предыдущих площадок какие-то есть более сложные, более, там, ну, такие, так скажем, опосредованные какие-то факторы, то здесь это все прямо на поверхности можно брать и рисовать схематичные, значит, изображения для учебника, для нового учебника. Ну, я вот так это вижу. Спасибо. Да, мы полностью согласны и мы считаем, что просто наш район подвергся дискриминации некой, потому что, в принципе, у него есть все задатки города полноценного, потому что этот город имеет самую малую... Микрофон более четко. Ой, ну, простите, да. Наш микрорайон имеет самую маленькую сейсмичность, да, если мы говорим об Иркутске. Естественно, для людей, которые видят, что происходит после землетрясения, для них выгодно выбрать эту площадку, плюс люди, о которых мы говорим, это люди из регионов, которые... Я говорю, Иркутск — это конечная внизу точка, жаль, не хватает этой карты, которая бы показывала, что все пути ведут через Новоленина. Вот. И что они там должны сесть как в районе с прекрасной, ну, как бы, инфраструктурой в будущем, что позволяет нам сделать как раз вот ТПУ, который мы решили устроить, плюс те исследования, которые проводил уже Иркутск по объединению Иркутского Второго и Новоленина. Это все одно направление, и я верю, что у Новоленина есть вообще прекрасные перспективы. Просто да, мы чуть-чуть не доработали, простите. В продолжении того, о чем вы сейчас говорили, так же, как площадка Лесихи, она выстроена вдоль Байкальского луча, так же и ваша выстроена вдоль Розы Эл. Фактически это направление главное для Иркутска, транзитное, в вашем случае оно еще усиливается транссибом, собственно. И вот когда вы относитесь к этой застройке, вы это должны прямо все время ощущать. Чем и особенности советской застройки? В том, что палитра была маленькая, дома все одинаковые, да? Сейчас, когда вы будете что-то делать с этими домами, к каждому дому надо относиться по-своему. Те дома, которые стоят вдоль Розы, они какие-то шумозащитные свойства должны и так далее. Причем разными средствами, не только на фасадах реконструкции фасадов, но и зеленью защита, этими стенками шумозащитными и так далее. Упомянутый вами к месту Мельбурн, он как раз этим отличается, он вот этот свой почерк города выработал, в том числе на дизайне вот этих вот новых функциональных элементов города. Те дома, те фасады, те дома, которые уходят во внутреннюю, они по-другому ревитализируются. Те, которые на улицу Баумана, те по-другому. И вот вот это вот главное направление, державное направление с запада на восток, как Россия развивалась, оно у вас прямо, это ваша идентичность тоже. Делать розы и Люксембург, на той стороне тоже линейная промзона, с которой, я надеюсь, вы свяжетесь и все-таки попробуете сделать самодостаточный район, а не спальный. Параллельная система общественных пространств. Я как бы подчеркиваю, что общественное пространство надо связывать, выстраивать систему не точечно вот так, а все-таки связкой делать, и она тоже параллельна. Вот эту идентичность как бы улавливаете в своей работе. Ну и на самом деле у вас многое было интересное, в том числе вот это вот внимательное рассмотрение 135 серии, и вы поймали какую-то айдентику в этом. На самом деле это очень прогрессивная серия, и я знаю, что вот недавно один мой коллега показывал в Москве эту серию не иркутянин, как абсолютно с прогрессивной планировкой. Абсолютно прогрессивная планировка. Если какие-то комментарии, то в микрофонах. Экономичная и так далее, поэтому если дома могут жить еще, пожалуйста, сделайте их более комфортными, более привлекательными, но они по планировке еще раз советская малая палитра, советская застройка, постсоветская застройка, там вообще социальных целей часто не решали. Безобразные примеры с планировкой есть, и главная цель, этот коммерческий застройщик вжимает квадратные метры жилья. То есть у советской одна проблема, у постсоветской другая проблема. Сейчас, кстати, в начале Новоленина провозглашают совершенно новые подходы, вот эти вот так называемые ленинские кварталы. То есть прогресс-то идет на территории, а вот что мне еще как бы понравилось, что вы начали обозначать вот эти вот последовательность шагов к дестигматизации, да, клеймо наложено на район, и каким образом, вот эту вот не потеряйте к следующей презентации, какой порядок дестигматизации. шаг за шагом вы снимаете клеймо ярлыки с этого района. На самом деле, как говорили нам застройщики и депутаты, по-моему, не так все плохо, прогресс идет, но вот это вот клеймо наложенное. То есть у вас вот эти вот векторы правильные, но не потеряйте их, развивайте. Спасибо. Будете, да? Конечно, лучше сейчас команде выслушать больше критики, чтобы через неделю, как говорится, с полным этим паром зайти на защиту. Ну вот, давайте еще добавлю. По большому счету, по большому счету вся тема микрорайонов в советских нормативах, она реализовала почти все потребности о том, о чем вы сейчас говорили. И та же самая аллея была заложена Баумана, то есть в принципе чего-то там просто мало благоустройства и все, да? Но мне непонятно ваши тезисы, например, непроницаемость, а мы добились проницаемости. Та планировка, наоборот, она проницаема во все щели, да, как говорится, во всех направлениях, понимаете, там нет замкнутых. Вы предложили периметральную застройку, ну, на последнем эскизе было сделано. Это что, проницаемость? Наоборот, вы непроницаемость создали дворов и так далее. Но это ладно, тезисы. То есть, когда говорите об этих тезисах, смотрите, что там обеспечена проницаемость со всех сторон. Поехали дальше. В прошлый раз, конечно, про промышленную зону я напомнил, и вот сейчас коллега тоже напомнил, когда вы говорите о городе в городе, вы не делаете ТПУ, которое хорошо связывает с городом. Сами же сказали, мы сделали все, чтобы этот город связать с городом. Ну, по сути дела. Вы, если сделаете ничего, чтобы связывать с городом Иркутском, тогда это будет город в городе, понимаете, да? То есть этому месту не хватает городских функций самостоятельных, чтобы человек даже не хотел ехать. Например, вы же не делаете ТПУ Иркутска в Ангарске или там в Уссолье, еще дальше куда-нибудь. Понимаете, да? То есть вы пытаетесь трамваем связать, ТПУ создать, чтобы связать с городом. То есть рассчитывайте, что люди будут ездить в город за функциями, за какими-то, которых не хватает. А вы ничего не предложили, по сути дела. Предложили размещение школ, так они там все предусмотрены в нормативах, притом и всего прочего. То есть чего не хватает для этой территории, чтобы это был полноценный город, а не микрорайон? Чего? Вы не сказали. То есть вы сказали все микрорайонные функции. Усилили. Усилили микрорайонные функции. Да еще связь наладили с городом. Понимаете, да? А чего не хватает? Много чего не хватает, чтобы это театров, кинотеатров, какие-то самостоятельные администрации и так далее, и так далее. Где резерв? Что в микрорайоне? Территорий нет, они сложившиеся территории. Опять взгляд на промышленную площадочку, связь к железной дороге, ну как бы любой город, вроде чрезвычайной дороги, это как бы центр связи, да? Чего не хватает? Поликлиник, кинотеатров, пожалуйста, склады переделывайте под это дело. Предложите этим коммерсантам, ну как функцию, этим коммерсантам вот пустующий склад, давайте кинотеатры сделайте. Ну, а будет прибыльно или нет? Вы это должны сказать. Как раз, да? А то с вами поспорят и все прочее. Поехали дальше. А заказчик-то темы что говорил? Вот я так понимаю, все почти декоративные такие мероприятия предлагают. То есть украсить, покрасить, приладить и так далее, и так далее. Заказчик темы, будем так говорить, он три года инициирует эту тему, вообще-то хотел, наверное, все это снести, сказать, что это все плохо, что это 70% износ и ни от одного не услышал, ни от одной бригады не услышал, понимаете? И от всех услышал, что надо подкрасить, а мне больше еще тезис понравился, связь государства с населением через остекление балконов и входных групп. Ну, это прямо фраза, я так ее записал. Ну, ладно, ладно. Это как одно из мероприятий. Нет экскурсии вопрос. Ну, тоже так осторожнее эти фразы, да? В общем, смотрите, если город в городе, либо действительно тему менять, либо акцентировать на этом внимание, полноценный город создавать. Все, спасибо. Спасибо. Еще вопросы к команде из зала есть? Слушайте, мне кажется, вам надо уже честно себе признаться, что вы не про КРТ, потому что это неприменимо к этой территории пока, в течение ближайших 20-30 лет. И это нормально, абсолютно. и сделать свою презентацию и свою историю, основываясь на тех, в смысле, подсказках и на тех заделах, которые уже у вас есть, и с учетом идентичности, о чем говорила Елена Ивановна. И вот тогда, мне кажется, ну, в смысле, всегда есть команда, которая доказывает, что, может быть, тема на этой конкретной площадке работает совсем по-другому. Не бойтесь ничего, это же эксперимент, и, да, это регенерация городских территорий, но только без применения стандартов КРТ. Вот так. Мне кажется, что вот есть у вас об этом сейчас мысль. Вот. Это как раз за счет того, что у нас есть некоторые разногласия в команде, но хочу просто добавить, что мне кажется, как раз важно проведение таких мероприятий, это как проверка вакцины, о том, что мы смотрим, садим, ну, примеряем некую одежду на все регионы и смотрим, ну, как оно садится. Вот. Поэтому в любом случае мы будем примерять дальше. У меня маленький вопросик, я извиняюсь, что опоздала немножечко. Я в вашем докладе услышала, что у вас один из инструментов работы с населением, это через средства массовой информации, да, один из таких механизмов. И у меня был как раз вопрос, вижу, здесь в докладе есть информация, что это как помощник в восстановлении диалога между властью и собственниками квартир. Но мне, если честно, кажется, что средства массовой информации немножко такая односторонняя история, когда мы, ну, не зря, да, средства массовой информации, когда мы информируем население, но это совсем не диалог. Может быть, это должны быть какие-то иные механизмы. Я объясню, почему задаю вопрос, потому что, мне кажется, мы сколько угодно можем рисовать, да, планировать, что у нас будет в районе, но без конкретных механизмов мы потом впоследствии не сможем это реализовать. Я бы хотела добавить, что это как раз, наверное, то, о чем говорила сегодня команда Постышева, о том, что и я уточнила, когда говорила, что именно первоначальное привлечение внимания за счет средств массовой информации, также это может быть сейчас и Facebook, и Instagram, да, и хэштеги. То есть, хотелось бы просто привлечь к этому жителей, потому что то, что я вижу, да, у нас люди до сих пор пользуются телевизором, и как их приобщить, как им объяснить, что то, что с ними сделали, дав им приватизацию квартир, сейчас нужно с этим что-то решать и делать. И это не может быть в одностороннем порядке, должен быть выстроен диалог. И я лично для себя вижу только это, ну, как средства массовой информации, которые первоначально привлекут. Затем уже, там тоже у нас расписано, что это создание некоторых коммун, кружков, можно назвать это по-разному, но чтобы все-таки была инициативная группа. Вот сейчас люди не заинтересованы. Они считают, что получив наследство квартиру, государство дальше должно нести за нее ответственность. Это не так. И это нужно для людей донести. В этом может помочь средство массовой информации. И социальные сети, конечно. Спасибо. Еще вопросы о команде будут? Команде? Может быть, в зуме есть вопросы? Тогда большое спасибо команде. Наваленье. Все, ну, мы можем начать. Добрый день, коллеги. Добрый день, эксперты. Очень надеемся, что вы не устали еще. Мы хотим представить наш участок, наш район. Это район юбилейный. И хотим начать с такой... Спасибо. И хотим начать с масштаба города, чтобы понять всю суть на этом масштабе. Собственно, район юбилейный находится на самом юге города. И, несмотря на это, несмотря на то, что он считается, ну, может быть, эфирийным, он имеет очень хорошую транспортную доступность с основными объектами центра. Допустим, это и исторический центр, и ЖД вокзал, аэропорт. Это обеспечивается и общественным транспортом на уровне города. и также с системой уличной дорожной сети. Касательно нее есть парочка моментов. К нашему участку, к нашему району должен будет подступить южный обход. Это довольно важный проект для города, безусловно. Но мы хотим сделать акцент акцент на том, что этот проект должен быть поддержан хордами в сторону центра, чтобы не было сильной нагрузки на чисто юг города, на район Юбилейного. И тем самым мы можем распределить потоки более равномерно. И тем более в Генплане заложен новый центр города. Это как раз-таки район ЖД вокзала. Это будет очень-очень полезно. Дальше нужно пару слов сказать, что очень-очень ценно подключение нашего района к общей структуре зеленого пояса, зеленого каркаса города. И нужно это обязательно сохранять. Об этом чуть позже. Опускаемся на масштаб района. Здесь мы видим такое ядро. Опять же, все его прекрасно уже знают, наверное. Он застраивался по единому Генплану. Одномоментно. можем на нем и в его контексте выделить основные такие опорные моменты, с чем мы имеем дело. Это такой большой кусок леса, каркаса, зелени с юга, со стороны Иркутского района, марковского муниципального образования. Дальше мы видим то, что район окаймляет пруд вокруг. Это такой своеобразный ров и каркас, что тоже очень ценно. И есть основные такие опорные точки. Это естественно больница и допустим торговый центр юбилейный. касательно транспорта. Сейчас мы видим то, что район в этом плане представит собой некое кольцо с улицей городского значения и неплохо подключен к городу. через этот район проходит довольно много общественного транспорта. И мы видим покрытие более-менее плотное покрытие от остановок пешеходной доступностью. Касательно опять же южного обхода хочется предусмотреть, чтобы южный обход в какой-то медиа подходил более не знаю грубо говоря размазанно к этой части города. Здесь сейчас на данный момент в генплане в планах по транспорту по предусмотрена одна связь одной дорогой. хотим, чтобы этих связей было больше, но они были рангом ниже. И также хочется отметить, что было бы важно и у этого района есть ресурс обустроить некие перехватывающие парковки, поскольку это самый край города. Люди с области едут на работу в центр, и важно было бы показать некую возможность для перехватывающих парковок. И это будет конечно работать только с эффективным общественным транспортом на уровне города. Дальше также важно будет предусмотреть сеть велодорожек. Несмотря на то, что этот город расположен на рельефе, мы бы хотели в велодорожки, но только по магистральным улицам более-менее ровные и на велосипедах не ставят проблем. Мы достаточно подробно проанализировали пешеходные связи, вывели локальные центры и хочется их усилить. Так можно выделить основные центры. Это может быть район озера возле района юбилейного, это новые возможности для торгового центра юбилейный, там вполне себе возможно присмотреть некий транспортный пересадочный узел на уровне города. Также могут быть поддержаны локальные центры некоторых кварталов. И особенно важно это связь с зеленым буфером, зеленым пространством вокруг. И касательно зеленого каркаса важно будет обеспечить транспортной пешеходной доступностью весь наш зеленый каркас и составить более цельную сеть. А сейчас с этим проблем большие потому что поступают к зеленому каркасу гаражи, они перекрывают доступ прямой жителей к зелени и с этим нужно тоже работать. также были проанализированы документы территориального планирования на разном уровне и в частности мы посмотрели проекты планировок касательно соц. объектов, соц. в целом в этих проектах заложена дополнительная емкость для развития новой жилой застройки опять же в этом чуть позже весь этот район представляет собой больше район средней этажности и по плотности этот район тоже соответствует параметрам среднеэтажной жилой застройки это 5-13 тысяч квадратных метров на гектар дальше мы естественно проанализировали нашу любимую там 1335 серию и сделали некий индекс в итоге на основе износа на основе года застройки и также нужно будет конечно поработать в дальнейшем по крайней мере визуальный анализ визуальное обследование этих домов то что мы сейчас можем сделать но естественно мы будем закладывать экспертизу естественно каждого дома перед тем как его можно будет инновировать и последнее на чем я остановлюсь это пересмотр межевания этот инструмент уже довольно популярен у нас естественно нам нужно разукрупнять те кварталы которые есть на данный момент и при этом люди будут чувствовать где территория публичной власти где их собственно дальше я приду слово нашему эксперту Лене Добрый день задачей социокультурного анализа на первом этапе было выяснить основные запросы акторов и основных пользователей территории мы считаем что проект будет успешен будет реализован будет устойчив только если в нем будут заинтересованы все стейкхолдеры поэтому мы провели исследовательскую прогулку с местными жителями серию интервью с ними экспертное интервью с управляющим торговым центром юбилейный как основной точкой притяжения в районе интервью с депутатом гордомы по этому округу интервью с представителем управляющей организации которые нам рассказали как устроено обслуживание территории интервью с местными экспертами горпроекта в Иркутске и запросили и уточнили некоторые вопросы по поводу экономических механизмов с девелопером домстрой собственно каменный мешочек печальненько если нужен движ то это не сюда людей здесь все устраивает это основные такие выдержки из того как воспринимают юбилейные жители собственно это подтверждает первоначальную довольно очевидную гипотезу о том что юбилейный это спальный район города у которого есть все типичные признаки и проблемы которые характерны для такого типа сложившейся застройки мы увидели основные сценарии использования территории это потребительские собственно люди здесь живут они ходят по улицам у них здесь дома они пользуются услугами ходят магазины и так далее это семейный когда люди растят здесь детей водят их в школы садики дополнительные секции кружки организовывают семейный досуг это районный есть большая связанность территории юбилейной которая находится в границах кольца с другими районами в частности инфраструктуры пользуются зеленый берег ершовский и другие это пригородный то есть есть часть транзита это дачники которые едут мимо района создавая пробки но иногда пользуясь его инфраструктурой интересный особенный сценарий использования это так называемый резидентский для района характерна часть пользователей которые бывают здесь потому что они едут в областную больницу собственно со всей области это является центром притяжения знаете я когда ехала сюда я думала что мы здесь реализуем первый механизм ЖСК в России он будет в Иркутске но социокультурный анализ более глубокий но толкнул меня на реальность и вот казалось бы что в таком районе нужно формировать точку притяжения но оказывается что здесь недостаточно платежеспособной аудитории ее объема например торговый центр юбилейный это подтверждает интервью вынужден переориентироваться с районного охвата на окружной заводить туда магазины которые позволят привлечь аудиторию со всего Иркутска и они вот вышли таким образом на четвертое место а тех кто живет поблизости им недостаточно казалось бы что нужно капитализировать территорию но мы сталкиваемся с тем что сложно развивать уже сложившиеся и у нас есть на территории гаражно-строительный кооператив решение вопрос которого не существует каких-то простых вариантов это очень какие-то должны быть креативные механизмы казалось бы что важно опираться при реализации механизма реновации на сообществе на активных собственников но на самом деле нет примеров когда кто-то что-то уже попробовал вместе организовать и у них получилось нет ценности кооперации в районах нет сложившихся тосов а в торговом центре например не удалось объединить мелких предпринимателей под одной крышей чтобы сделать им посильной аренду отсюда из моего моей социальной части вытекает очень скромная гипотеза юбилейный может стать спальным районом где есть все для жизни если говорить про гениус лоц юбилейного то это слово повседневность это не новая мысль про нее писал кубок кубок снопик в Беляево навсегда но мы достаточно реалистично оцениваем юбилейный в разрезе 10-15 лет и понимаем что он останется спальным районом но мы можем улучшить повседневную жизнь и сделать ее менее безысходной что ли юбилейный живет по принципу здорово что не надо ехать в город то есть мы можем улучшить повседневность там где это возможно сделать из природной составляющей новую идентичность попробовать найти ее еще если она где-то есть и мы вот будем с жителями на масленицу в это воскресенье рисовать ментальные карты может быть там что-то появится интересного и дать минимальный механизм развития тем кому это нужно но тут конечно же хотелось бы все-таки сказать про ЖСК но мы будем очень аккуратно относиться к этому механизму и дополнительно изучать его реалистичность на пересечении градостроительного анализа и социокультуры но у нас родился вот такой вот свод здравствуйте всем я постараюсь быть быстрым и емким но если комплексный анализ нам позволил выявить источники силы и слабости этого района слабость как уже было сказано заключается в понятии спальный и это касается как физического состояния городской среды так и доступной функциональности застройки так и тех смыслов которые эта среда создает для его жителей то есть некомфортное благоустройство недостаточность выбора и гомогенности среды не артикулированность пространства формируют равнодушное нейтральное отношение жителей к своему району однако нужно отметить сильную сторону любого проекта комплексной застройки это обеспеченность социальной инфраструктурой инженеркой и общественным транспортом отдельной сильной стороной конечно является как было отмечено объект областного притяжения который генерирует посетителей со всей области что уже отражается в повышенном спросе на арендное жилье в районе сильная сторона замыкается на природное окружение района и также на его рельеф как ни посмотри то есть лес и ручьи хоть и не и пока слабо используется мы видим это как главный потенциал района который нужно реализовывать а рельеф дополнительно приумножает все эти качества то есть застройка заполнилась запомнилась нам например вся среда не только за счет его общего внешнего вида сколько за счет уникальных ракурсов раскрытия и таких интересных послойных фасадных наслоений которые когда мы можем видеть например с высоты середины дома его чисто в плоскости еще во многих слоях и видеть весь окружающий лес так что рельеф как и по своим визуальным характеристикам так и по возможности использования пространства это тоже большой потенциал но отдельно нужно отдельно нужно отметить традиционную визуальную эстетику типовой панельной застройки здесь мы видим источник для поиска визуальной идентичности на уровне архитектуры фасадов деталей и благоустройства это конечно это нужно делать в виде творческой интерпретации в принципе проект должен быть нацелен на повышение притягательности территории для существующих новых жителей а также для новых инвестиций на смену оценки района как неинтересный скучный нейтральный на запоминающийся притягательный возможно даже престижный работа с территорией она всегда идет в виде известных рамочных принципов ранее мы уже рассказали про рекомендации в рамках всего района что поместило нашу площадку в некий контекст по УДС инфраструктуре для пешеходов зеленому каркасу и социалки мы выбрали среднеэтажную модель по анализу параметров окружающей среды и плотности это наша территория рассмотрения она захватывает юго-восточную часть овальчика юбилейного с застройкой 335 серии а также незастроенную часть с лесом холмами ручьями оврагами и участком гаражей это детальный анализ нашего зеленого каркаса мы можем видеть сложившиеся взрослые деревья в глубине застроенной территории это емкий слайд по нашей основной идее здесь мы видим новую застройку которая формирует фронт этой улицы без названия здесь мы видим территорию постепенной поэтапной регенерации здесь мы видим артикулированную сеть общественных пространств новые связи мы видим главное что мы видим это преобразование территории между этим мы видим преобразование территории между этими зонами это ландшафтный парк создание новых связей застройки этого нового парка мы видим преобразование гаражей и быстро по основным принципам концепции это мы отказываемся отказываемся от застройки части выданной нам территории чтобы как раз сформировать микрорайонный парк. Мы ищем механизм преобразования существующих гаражей в инфраструктуру торговли и услуг. Решение по участку крупного кооператива нами будет произведено чуть позже, а также по механизму этой реализации. Но здесь напрашивается центр притяжения, который находится на завершении вертикальной пешеходной существующей оси, связывающей юбилейный и вот эту территорию. И также, конечно, включение ручья, его благоустройство и восстановление, он станет частью этого микрорайонного парка. Таким образом, мы получаем центральное зеленое многофункциональное пространство с холмами, оврагами, ручьем, коммерческой инфраструктурой по периметру и окруженной со всех сторон существующей и новой жилой застройкой. Это, на наш взгляд, главная ценность этого решения. Ну, межевание с разогублением кварталов намечает нам структуру общественных пространств и иерархию от дворовых до районных и общерайонных. Потом новые связи повышают комфорт использования территории и интенсивность использования территории. В частности, предлагается новая связь по центру между двумя существующими для большей интенсивности использования нового парка. Решение повторять оси движения существующей пешеходной и линии существующей застройки в формировании кварталов повышает шансы сохранения крупного озеленения внутри регенерируемой застройки. Повышение плотности на территории в процессе регенерации потребует увеличения вместимости объектов социальной инфраструктуры. Ранее школа может быть реконструирована и могут быть заложены планировочные решения, повышающие удобство ее использования как общественного центра микрорайона, что повышает функциональное разнообразие на территории. И мы можем также работать с идентичностью как в плане преемственности, так и в поиске новой идентичности. Преемственность заключается, например, в том, что не все дома у нас 335 серии есть исключения и с невысокой степенью износа, причем они скомпономны вдоль существующего бульвара, который мы также хотим сохранить и улучшить. И он, в принципе, может быть сформирован этими домами, для них может быть выбрана другая судьба, нежели снос. В принципе, мы решаем сохранять существующие оси пешеходных перемещений и дополнять их. Ну и мы также следуем рельефу, мы не боремся, не нарушаем его. В плане новой идентичности нам в первую очередь помогает эта особенность юбилейного, когда каждый участок не похож на следующий, у него всегда другое окружение, другие виды. И разное положение квартала, разная его форма и размеры уже наталкивает на иные решения по конфигурации застройки на уровне архитектуры. И также нужно не забывать о том, что и рельеф может быть использован креативно в плане первых этажей и верхних этажей. И, конечно же, можно предложить в связи с наличием областных центров притяжения квартала арендного жилья или несколько секций и дополнительное функциональное наполнение территории инфраструктурой. Ну и главной идентичности, конечно, создание новых необычных общественных рекреационных пространств, парк, благоустройство оврага, ручья, примерно в каком-то таком ключе. Конечно, нам нужно разобраться с судьбой этих гаражей и предложить интересное функциональное наполнение механизма этой реализации. Но по очередности, по вообще ходу событий, идея такая, что минимальное экономичное благоустройство и деликатное благоустройство парка, превращение его в ландшафтный парк, артикуляция этой функции, она повышает, в принципе, ценность места. Наверняка дальнейшая застройка становится и так более выгодной. Потом для первой очереди переселения, здесь у нас это наметилось по анализу, делается уникальное предложение. Во-первых, это новое место просто через дорогу, это место или у парка, или в самом парке, кварталы с встроенным детским садом. Ну и далее схема межевания и схема размещения застройки, как мы с ней разберемся, она позволит гибко варьировать объем каждой очереди и вот как бы настроить вместе с экономистами вот этот вот поэтапный вариант переселения. Ну, естественно, нужно подумать о том, что у каждого дома может быть своя судьба, но в принципе это вот в таком виде очень упрощенно может быть реализовано. Значит, у нас здесь такой вот открытый вопрос. Общая площадь замечаемых домов в рамках рассмотрения около 88 тысяч. Вот этот коэффициент нам с трудом мы его выпросили 2,5, но так мы его до конца еще не понимаем. Но если мы его применяем и приходим к следующей требуемой площади новой застройки, мы получаем соответствующую стандарту среднеэтажной модели плотность в рамках квартала около 13 тысяч метров квадратных на гектар. Но это в соответствии с тем межеванием, что у нас сейчас есть, может у нас еще подкорректируется. Ну, на этом все. Спасибо большое команде. Да, Елена Ивановна. В отличие от других, к этой команде у меня как раз вопросы возникли. Первый вопрос. Наверное, к Елене понравился мне социологический анализ. Я узнаю, что в Наукограде Троицк жители активно защищают какие-то фрагменты леса, на которые покушаются то застройщики, то еще кто-то. Здесь в юбилейном вообще вы беседовали с жителями. Они озабочены как-то тем, что одно из главных преимуществ этого района – это грибной лес потихоньку выкашивается? Или там вот это совершенно индифферентное население? Спасибо большое за вопрос. Они, конечно, ценят эту природную составляющую, этот лес, и они переживают о том, что на него как бы наступает и застройка, и все. Поэтому, конечно, при переселении я акцентировала внимание команды на то, чтобы не возникло новых конфликтов, чтобы люди не говорили о том, что вырубают лес ради жилья. Но никаких там общественных объединений в защиту собственного леса не существует? Не слышно о них? Ну вот в отличие от Троицка, да, не существует. Там были несколько локальных компаний, когда жители боролись против застройки паркинга несколько лет назад, против застройки высотками, по-моему, но сейчас такого постоянно сложившегося сообщества нет. Ну или мы его еще пока не нашли? Там есть общественное движение юбилейный, но оно про лес как бы никак не акцентирует. Понятно, спасибо. И еще один вопрос. Для меня как бы в идентику этого района входило как раз вот этот вот такой парадокс, что спальный, по сути, микрорайон имеет в своем сердце тысячекоечную областную больницу, а по периметру, кроме рекреационной такой вот ярко выраженной территории, имеет еще несколько объектов тоже регионального значения. Это ветеранский госпиталь, детский дом, повышение квалификации врачей, психиатрическая больница и так далее. Вот с одной стороны спальня, с другой стороны объекты регионального значения. На жизнь микрорайона, на будущую жизнь микрорайона вот эта особенность может как-то повлиять? Или так они и останутся отдельными огороженными территориями, никак не влияющие ни на среду, ни на жизнь, ни на места приложения труда вот жителей этого района? Да, это одна из наших гипотез, которую мы постараемся проработать. То есть у них уже есть сложившееся соседство, которое не приносит больших каких-то неудобств ни той стороне, ни другой. То есть они сосуществуют с областной больницей, с вот этими другими объектами, которые вы сказали. Не все, конечно, так гладко, но там звучат такие слова психушка и так далее. Но в целом все равно это более-менее гармоничное сейчас соседство. И можно было бы проработать еще тот вариант, когда медицинский кластер и жилая застройка многофункциональной зоны начинают работать вместе. Это дает дополнительную ценность. Мы это тоже внутри команды обсуждаем. Спасибо большое. Пока это замыкается на идею предложения арендного жилья в застройке и дополнительной какой-то функциональности в инфраструктуре. Следующий вопрос. Спасибо за работу. Вы продвинулись хорошо в отношении того небольшого участка, который выделен из целого микрорайона. Но остается без ответа вот то, что я вам задавал вопрос в прошлый раз. А вот тот пустырь в самом центре, около школы, какие-то мысли по его... Потому что вообще микрорайон, застройка микрорайона требует завершения. И если вы занимаетесь целым юбилейным, то обойти этот участок никак нельзя. Что вы там видите? Площадь, какой-то объект, опять-таки, городского или регионального значения, или что-то еще. Вот этот вопрос, по-моему, сейчас был обойден. А так получается, что мы имеем микрорайон в центре дырка. Спасибо. Может, микрофон? У команды есть ответ? Откомментируем. На самом деле мы искали это пустые, да, там посмотрели возле центра. Да, можно, наверное, аксомет или что-нибудь? Да, да, да. Да, ну вот здесь, наверное, можно посмотреть. Вы про это, да? Про это. Он просто подходит как раз-таки к застройке ИЖС, и он возле сопротивного ядра школы. Сейчас, на данный момент, это все относится к ИЖС. Участкам, конечно же, мы делаем какую-то ревизию вообще свободных зон. Они есть, их, конечно, очень мало, но они есть. И они как раз-таки послушают для... Большое пространство, свободное, с которым вообще-то нужно что-то делать. Спасибо большое. Еще вопрос команде будет? Уважаемые эксперты. Алисия Юрьевна. Спасибо большой команде. Ну, вы большие молодцы, что могу сказать. Ну, то есть, соответствуйте абсолютно, мне кажется, задачам сессии. Только что-то немного как-то почему-то скучно. Не знаю, может быть, от того, что все хорошо. Да, слушайте, честно, мне кажется, что идея хороша, да, и классный анализ, и тем более сообщество. С ТОС-Юбилейной надо поговорить, он все-таки существует на территории. Вот, там есть активные, ладно, так слово скажу, горожанки. Да, да. Вот, меня, вот смотрите, чисто гипотетически, вот сейчас, ваша территория, которую вы рассматриваете. И, а вот теперь возьмите и представьте себе, что никто не отдал вам этот земельный участок под строительство жилого фонда до момента реновации. Ну, в смысле, ну, вот все, сегодня это земельный участок 614, он принадлежит федерации. Да, и сегодня там есть собственник, и у него, у собственника есть планы на этот земельный участок. Вот, мало того, планы есть ни у одного, так скажем, федерального органа на этот земельный участок. Потому что это огромное количество гектар, пустующие территории, на самом деле, в довольно развитом округе города. Нет у вас территории для строительства жилого фонда, в который вы расселите свой потенциально аварийный фонд. Вот нет, все, дальше, что вы будете делать? Вопрос к исходным данным. Почему вдруг у нас была территория, а в середине нет? То есть мы же с чем-то работаем, как бы. Ну, конечно, и вопрос такой с подвохом. Но мы выстроили такую гипотезу очередности, которая вроде подразумевает гладкий ход, бесконфликтный, в связи с тем, что очень выгодно, в первую очередь, переселение. Ну, могу ответить лишь то, что давайте мы при детальной проработке застройки, в первую очередь, посмотрим, а есть ли внутри площадка под какой-то первый шаг, да тогда это будет, наверное, очень маленькая очередь для такого запасного варианта, если это востребовано с вашей стороны. На самом деле, я же не требую от вас сейчас ответа. И второй момент, сохранение плотности, в смысле, проплотность. Плотность-то после завершения всех шести этапов, она сохраняется? Ну, скорее всего, нет, она, скорее всего, увеличивается. А куда вы тогда садите еще дополнительные объекты? Ну, я вижу детский сад, да, как бы, но школа-то однозначно еще одна нужна будет. То есть та школа Багратиона, которая сегодня строится на 1275 мест, она совершенно другие задачи решает, которых там и так проблем хватается. А сороковая, допустим, школа, она сегодня вот тоже, да, у нее нет территории для расширения и так далее. Ну, то есть вот куда посадите дополнительную инфраструктуру? Ну, вот, как бы, мне кажется, еще один момент. Может быть, мы его просто не увидели, он у вас еще там, ну, в смысле, вкопится, да, для третьей презентации все это, и вы нам расскажете о том, и про цифры, и про баланс территории, как он будет, и все остальное. Ну, у нас есть, как бы, запасной участок просто под предложение. Хорошо. Ну, мы, пожалуй, что-нибудь придумаем, чтобы ответить. Спасибо, Алиса Юрьевна. Да, пожалуйста. Спасибо, коллеги, за то, что вы нам рассказали. Но я хотел бы заметить, что часто решение наземники становится неким откровением для власти нашего прекрасного города, для жителей и городского сообщества. Вот мне казалось, что в вашей работе вот это понимание, что произошло с этим микрорайоном, юбилейный, один из лучших районов по номинации привлекательности, и главный его критерий – это жилье среди леса. Это было заложено во всех градостроительных документах, с которыми начиналось развитие этой территории. Но, к сожалению, со временем мы потеряли, что вы нам тут не рассказывали, не убеждали, что есть зеленый пояс вокруг юбилейного, и ручей, ничего этого нет. Нет выхода зеленого пояса через так называемый бульвар строителей, я так и называю параметры старых градостроительных решений, и связь с рекой Ангара. Это все было. Вот если бы вы этот вопрос как-то, ну, не делали его главным, но показали, что вот было, утрачено, по каким причинам, и что можно еще сохранить и как-то возродить вот эти главные принципы. И тогда на вопрос, значит, кто-то из вас говорил, почему торговый центр юбилейный, значит, функцию расширил, потому что ему тут нечего привлекать, так вопрос-то не к тому, чего там нечего привлекать, а вопрос главный, почему он здесь появился, такого объема и такого характера, что он должен привлекать сюда весь город, стягивать к этому месту людей, для которых он, в принципе, не предназначен. Его просто вот, ну, вы молодые, горячие, ну, надо спросить власть, почему это произошло? И, в принципе, торговый центр такого масштаба здесь не нужен. Он перекрыл все эти зоны, о которых вы говорите, зеленые, и он убил тот самый ручей, который вы тут так красиво, голубеньким цветом рисуете, и реликтовые там болота еще были до этого. Нету ничего этого. Все, это умерло. И вот если бы вы это так раскрывали, ну, наверное, мы маленько здесь тоже очинулись, не знаю, что бы мы сделали тут. Поэтому рекомендую в вашей работе обязательно это обратить внимание. И, конечно, наличие федеральных земель, оно есть, да, конечно, но вы можете сказать, что, да, федеральная земля, но мы рекомендуем это место не застраивать, то, что Олеся Юрьевна тут говорила. И, может быть, ну, в конце концов, мы услышим вас. Может быть. Спасибо большое. Спасибо большое. Это комментарий, отвечать команде не нужно. Так, уважаемые эксперты. Таня Николаевича, пожалуйста. Так. Наш уважаемый Владимир Борисович, это его крик души. Я просто к такими претензиями к группе не могу относиться, потому что это гости нашего города, которые понятия не имеют, не имели об истории этого места, тем более, да, уж я не говорю о городе. То есть претензии, конечно, хорошо, но не в такой мере, да, не в такой мере. Конечно, все, что вы придумали, это заложено генпланом прошлого века. Потому что все эти зеленые языки были, это все было, общественные центры там, так далее, так далее. Я констатирую то, что каждая группа подтвердила, что лучше ничего не придумали в нашей стране, как микроайон. Потому что, по сути дела, никаких изменений в микроайон ни одна группа не вносит. Все одобряет, всего хватает, все отлично. Потому что, действительно, это нормативная база, это социальные проекты или социально сориентированные государства, хотя бы так скажем, да. Ну вот, это понятно. Ну вот, понятно, что вы, вот когда вы делили этот кусочек, да, вот этот кусочек, он как бы так, недаром вопросы были, а если бы не было зеленого, да, куска, что бы вы предлагали? Вот если бы вы делали в контексте всего микроайона, скажем, как вообще весь микроайон относится к этому зеленому куску? Раз. И посмотрели свой кусок. Схемы есть, я не отрицаю, схемы есть. А вот, как бы, комплексное развитие всего микроайона и ваш кусочек, раз. Великолепная идея, ну, просто надо зафиксировать это, что общественный центр, вообще-то, функции общественного центра стянулись к магистралям, стянулись к магистралям, и преобразование вот этих гаражей, то, что вы предложили, да, гаражей, это, наверное, выход из положения, потому что сегодня эти гаражи переворачиваются с ног на голову и предлагают услуги транзитным пассажирам, транзитному транспорту, то есть, и населению микрорайона, то есть, там предлагает, предлагает, предлагает услуги, там строятся магазины и так далее, и так далее. То есть, это хорошо. То есть, сами владельцы этих гаражей, может быть, там начнут, ну, уже шиномонтажки есть, уже все есть, там, правильно, мойки, там все есть. Это хорошая идея. И вот, если бы вы нарисовали не то, что вот свой маленький кусочек, а здесь вот гаражи переделали, под красный цвет покрасили, я так буду говорить, да, а вот микрорайон, и эти функции распределились вдоль магистрали, и вот ваш кусочек, понимаете, да, как бы вот эти схемы, которые поясняют, почему вы так сделали здесь, потому что это ваша концепция на весь микрорайон, вот о чем речь, понимаете, да, на весь микрорайон. Понятно, центр, конечно, здесь за уши, наверное, подтянули, вот в этом углу, такой вот, вот три центра, да, немножко за уши подтянули, ну, чтобы обосновать свои эти проектные предложения, я так понимаю. Теперь, что я вижу там, самое главное проектное предложение, это замена свободной планировки на квартальную, так или нет, так или нет, это вроде вопрос, но вы, в конце концов, создали кварталы, которые, в принципе, замкнулись, насколько я понимаю, и все проезды превратились в какие-то улицы, межквартальные, так или нет, это вопрос, да, одним словом, потом ответите, да или нет, да, вот смотрите, там вот сейчас хорошая схема, там нарисована аллея, на которую школа садится, и к общественному центру примыкала, вообще общественный центр там вверху был, запроектирован, его там нет, он исчез, ну, кроме больницы там областной, общественный центр, там и кинотеатры, и все прочее, мы даже какие-то схемы рисовали в свое время, вот тут насчет пустыря возле школы, там крупный общественный центр этого микрорайона, его нет, его заменил торговый центр юбилейный, по сути дела, по сути дела, вот эта аллея, которая нарисована вот снизу доверху, к больнице, она пустая, если сейчас вы видели, там по сути дела ничего нет, а ведь наши предки, проектировщики, там предлагали это насыстить объектами соцкульпыта, объект, их нет, а вы что делаете, за счет чего будет улица эта жизнь, за счет чего, если бы вы там подкрасили немножко красным цветом, тогда было бы понятно, ну, точно, что такое красный, да, понятно, да, вот это, или еще что-то такое, то есть, тогда понятно, и весь микрорайон показывает, и тогда свой кусочек будет объяснен, понимаете, будет объяснен, если вы все покажете, и все разумно так, вполне, ну, вот на вопрос, действительно ли вы квартальную застройку предлагаете? Нет, я не думаю, что нам удастся с учетом рельефа полностью замкнуть весь периметр, но мы постараемся так, чтобы вот пространство здоровья было лучше артикулировано, чем при просто строчной застройке, чтобы хотя бы глазом было понятно, что это уже не межквартальное, вот, вот, не вот такое пространство, мы не сможем при таком рельефе вот строго выстроить весь периметр. Там была фраза, что проезды заменяются на улице, и еще такой показатель, чего вы боитесь-то, чего вы боитесь-то, превысить плотность. Ну вот, вот вы, наконец, подвели к стандартам, понятно, понятно, стандарту там развития территории. А что к территории-то? Здесь, смотрите, вокруг микрорайона заброшенной зелени и море. Если вы там были, видели, там дохлые собаки валяются, кусты заброшенные, все прочее, да? Речь о чем идет? О том, что зелени на микрорайон хватает. А теперь создайте комфортные условия проживания. Комфортные, когда в туфельках выйти, можно было на улицу, понимаете? Это значит плотность средств, плотность денег, плотность населения, плотность объектов обслуживания увеличивается на порядок, допустим, в три раза. Это сверхурбанизированная территория. Чего вы боитесь все время предлагать? На вашем-то месте я бы предлагал. Это другое дело. В реальном проектировании в экспертизах это не стоит. На вашем месте. Но, когда вы предлагаете есть сверхплотную территорию, значит, вот эта зелень как раз и наконец насыщается. Заброшенная, ее хватает, ее много заброшенной. Ну, смелее, понятно, да? Спасибо большое. Еще вопросы или комментарии? Уважаемые эксперты, есть формат комментариев? Понятно. Тогда спасибо большое команде. Так, на этом у нас вторые защиты команд заканчиваются. Трансляция завершается. Спасибо всем за участие. Спасибо. 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 Продолжение следует...